здравствуйте дорогие друзья привет сегодня на канале реальный мир настоящий художник алексей волков алексей это настоящий или игрушечной сегодня вышли резиновой но я себя считаю фотографом любителем фотографом любителем склонным к стилю арт правильно так можно представлять ну да да а любитель это тот угол фотография доходы от фотографии не являются основным доходом правильно да да именно так итак у нас уже в чате еще до стрима появились вопросы и сейчас вот приходят значит я зачитаю первый вопрос он мне показался немножко тролльским forest first здравствуйте подскажите когда лучше строить засидку для черного аиста сейчас пока птиц нету или когда вы лупятся птенцы но уважаемый forest forest first если это не тролльский вопрос а искренний я приношу глубокие извинения но мне он причем показался тролльским алексей можно я отвечу да хоть это ты почетно главный редактор реального мира объясню я не снимал черных аистов полу надо же как то есть что-то другое снимал вот значит почему мне показался вопрос тролльским в общем-то фотографы такого класса которые вот до биологических объектов такой сложности доходят у них вообще за плечами опыт ну вот не меньше чем у алексея волкова или у меня в общем знают много нюансов и тонкости да вот если вы недавно фотографируете да и хотите сразу первый второй третий год практики природной фотографии заниматься черными аистами очень не рекомендую это делать это все равно что от первоклассника привести на тяжелую атлетику и сразу там штангу на уровне ну там чуть меньше мирового рекорда дать в руки да это не очень хороший вариант значит в чем дело ну во-первых черные аисты гнездятся на высоких деревьях да у них такие большие гнезда очень большие да больше чем у белых на высоких-высоких деревьях то есть это засидка верхняя да то есть это альпинизм акфилибристика и так далее да ну затем поведение черных аистов когда там появляются птенцы да то есть ну черная аиста вообще не не переносит внимание человека и так далее да то есть засидки если это съемка из засидки да и где-то там на соседнем громадном дереве строится такая фактически обезьянье такой стульчик причем на высоте метров 20 от земли да но это страшная вещь еще которые черные аисты не видят естественно строится заранее но строит очень ограниченный круг профессионалов там со стажем очень большим вот в принципе все фотографы которые снимали черных аистов из засидок они известны поименно да сейчас в основном последние там лет десять арнитологи предпочитают вот когда техника позволяет веб-камерами вести наблюдение и так далее там в общем-то автономные камеры снимают и мало того очень много где на черном на гнездах черных аистов они установлены вот даже в рекомендованных каналах и природе на канале реальный мир в разделе там вот первые идут латвия с дабос фондов фондов комсов и так далее там обязательно одна одна из один из пунктов наблюдения это гнезда черных аистов вот но теперь переходим к высокому искусству кто появился у нас пара фаб добрый вечер до технический директор клоусту нейтром николай змеевский херсонская область украина снимает дикую природу алексей то что мы никон обсуждали позавчера вот товарищ себя приобрела на крым вайл дайв до татьяна и дмитрий жеребцова приветствую вячеслав немировский добрый вечер дмитрий головы привет черных аистов я тоже снимал на на тему этики природной съемки мы потом отдельных еще стримы будем проводить сегодня больше про искусство ну николая там все есть на херсонщине днепровские разливы вот ну давайте сегодня у нас в студии гость алексей волков вот приходят люди да владимир хорук привет приветствую всех господа и дамы кто в этот час с нами алексей расскажи пожалуйста когда ты природные фотографии увлекся из чего потому что вот это вот ты много всех выступлений делал все а про историю когда у тебя перечелкнул на это не рассказывал но все произошло где-то году в 2008 тогда я трудился на ниве веб-дизайна точнее я работал в дизайн-студии и в какой-то момент просто наткнулся на фотографии такого фотографа сивановича и соответственно ну начал смотреть и мне прям прям захотелось снимать что-то похожее подожди во первых 2008 год я что-то сильно сомневаюсь 2008 год ты уже там был финалах черепахи нет я не был финал черепахи 2008 году нет первый раз это по моему был ну или 2010 или по-моему 2011 как-то так вот но и синонова сиванович не знаю насколько что он сейчас делает вот но по крайней мере тогда меня захватили его изображение у него интересная была эстетика он снимал макрофотографию причем брал какие-то экзотические насекомые прям такие какие-то богомолы каких-то редких таких тропических там гусеницы и так далее и как он сам говорил что я бы хотел показать насекомых так как если бы они были бы на глянцевых обложках модных журналов ну собственно меня это захватило и ну вот собственно я это тогда купил себе автоаппарат body canon что-то типа 400d и объектив помню 60 мм причем там был выбор между canon 400d и по моему никон что-то типа д 40 что ли или д не помню но какой-то был никон вот пример такого же уровня и я банально выбрал canon потому что у никона тогда было по моему 6 мегапикселей а у кэнона по моему 10 я как это математически посчитал что 10 это больше 6 иначе лучше ну как бы вот и все и как бы с тех пор я снимаю вступил в партию канона ну да подразделение макро да вот вячеслав немировский пишет там шикарные фотки насекомых алексей ты же начал с макро на первые твои подвиги были да я начал макро да я начал с макро и собственно я начал как бы продолжать эту линию и насивановича по поводу того чтобы снимать насекомых студий ну то есть как бы в каких-то ограниченных условиях но при этом я разумеется немалые на улице и полях сказать это было как бы дополнением но каким-то вот обособленным проект когда можно было выхать на природу я выезжал на природу вот но когда как бы там ну тоже зима например как-то зимой с макро грустно в 2008 году кстати зима у нас были гораздо гораздо лучше чем сейчас самое страшное в 2013 было как сейчас помню до майских почти вот и как бы делать ничего дело было вечером собственно там буквально я купил какой такой дешевый свет которым пришлось переделывать эти лампы это был это были какие-то стойки но в телу собственно плафоны и галогеновые лампы на проблему галогеновых ламп было только в том что они очень сильно грелись и через там буквально так свет был постоянный придет через полчаса как бы там на кухне был невозможно находиться и вообще было непонятно может она расплавится уже скорость лампы или нет поэтому я вместо нее купил большие такие то есть я сейчас здесь вот такую черту хочу логическую подвести у тебя четко ярко выраженное начало арт все-таки то есть сначала арт а потом уже природа ну ну в принципе как у собственно самого детства и конечно же как и собственно все я думаю природный фотограф они это видимо какой-то такой как это детские не знаю можно назвать этой детскими гештальтом или что защита того но это что-то идет из детства и также я любил природу детстве таскал я домой все что можно было таскать и пауков и лягушек и тритонов я ловил своем детстве там буквально рядом с домом в общем как бы все что можно как бы все это и потом единственно был еще конечно определенный такой скажем не отрицательный опыт как назвать мой отец очень часто ездил в командировку в город ленинград когда он назывался и брал меня с собой и соответственно он меня везде снимал перед каждым памятником и с ней фотографировать мне было абсолютно неприятно потому что задалбало с каждым там памятником фотографироваться вот но тем не менее потом вот оказалось что снимать это довольно весело так сейчас чат на секунду почитаем значит вот вячеслав немировский пишет что хотел спросить почему у меня более 10 лет фото охоте и большинства в дикой природе вижу никон но вопрос сам собой уже отпал а я вспомнил смешную историю про алексея виноградова доктора кстати алексей если смотришь привет большой который доктор винни он в какой-то момент я забыл у него нет он весь канон на никон сменил причем не только боди там один объектив а там куча объективов телевиков макрушников широкоугольник фрибы глазу не только нам на никон не то ником на канон всю линейку то есть то что у него было продано взял другое его спросили алексей зачем-то сделал говорит почувствовал что надо в жизни что-то менять но работу меняется там он как бы хирург по профессии по жизни детский травматолог работу не стал меня до жену тоже зачем с этой хорошо же тогда решил ником на канал или к нам на них такой вот анекдот дарья луз поспаллю с добрый вечер супруга и вот пьер дери аккаунт это наверно вот это у сиванович портфолио да вот ну вот там как ковид под подборку фотографии да его владимир хорук пишут canon рулят и есть е 65 объективным хотя сам снимаю на сигму 105 маркер да вот алексей а ты наступил 150 фикс снимаешь да да после после 60 миллиметров ну собственно самым главным наверное как бы в начале моего хобби было то что я как вот только но даже еще не умея снимать я попытался найти какое-то сообщество в которое там это форум или еще там какой-то сайт где я мог бы задавать какие-то вопросы или искать какую-то информацию я наткнулся на общество как клуб и вот как бы в нем зарегистрировался и многие из этой песочницы начинали существует ну да существует в принципе от более нет не очень не ушли на фейсбук ну просто как бы люди ну как бы люди приходят люди уходят а как бы вот но новые люди приходят и вот как-то такая ротация происходит просто уже большинство людей которые 2008 году еще раньше там него организовали и том числе я там пришел через какое-то время они уже как бы разбежались кто-то вообще забил как бы снимать кстати нас основная часть зрителей смотрит там через фейсбук и ну через жажей меньше я думаю через фейсбуке смотрят то есть в чате не могут отметить ребята если вот у кого это гугловский аккаунт есть сюда за и я уверен там гена федоровский там наверняка нас смотрит там еще вы заходите на этот на youtube непосредственно и тут можно базарить чате вот крымчане пишут нафиг ваша соня пишут скоро соня всех задавят а мы как раз это вот буквально хотя это я вот лично эти обсуждения объективов терпеть не могу вот мы буквально сколько тут два-три дня назад обсуждали собственно когда а перспективах там в ближайшие недели стрим провести да как раз заходила речь что в общем sony по функционалке да она очень ну да да сейчас как бы если вы планируете брать беззеркалку то я бы конечно советовал все-таки sony но тут все зависит от вашего наследия то есть если вы только начали этим заниматься то вполне а если там у вас за вами куча объективов и как бы уж понимаете вы когда переходите на новую систему вы же не просто меняете как бы там одно на другое у вас еще определенная мышечная память вот я например вода снимаю вот да почему он мне приятен потому что не надо смотреть что я нажимаю у меня все пальцы нажимает как сам по себе вот это мышечная память которая вырабатывается там годами работы с этим как бы с этой камерой то есть в я причем это бывает настолько как бы интересно что когда к тебе подходит какой-нибудь человек и говорит ой пожалуйста сфотографируйте нас и дает тебе там ну там на вы знаешь куда нажать и тебе дает тоже canon но какой-нибудь там 1000 дл там ну что-то такое тут начальной линейки я просто не знаю честно делать потому что там колеса нет там кнопки не на тех местах все он для меня вообще новый к новому автомобилю легче привыкнуть кнопка у кнопка вроде как бы есть но там что-то там сделаешь все вот то есть как бы это фактически переход по новой системы это получается переучиваться автомобиля более стандартизированное расположение органов управления поэтому автомобиль новый легче освоить ну я неправильно управлять автомобилем ноте неправильно нету ну разумеется как бы машина у меня с автоматической дорогой передач и соответственно у меня левая нога это тормоз а правая да а ну да неправильно так нельзя почему езжу зато реакция очень быстро когда у меня нет лага перестановки ну как бы ноги на другую педаль когда с механики первый раз на автоматик пересаживаются и на левой рукой ударяет под тормозу вот это да но с фотоаппаратом все попроще там не стандартизирован посмотрим кто в чате появился да ну вот мы уходим уже в обсуждение canon nikon sony а когда сейчас сейчас просто портфолио откроют начнем обсуждать конкретные природные моменты сюжета до вячеслав немировский пишет ценность форма в сохранении информации а социалки этого не дают но и согласен полностью кстати особенно вот социал фейсбук и я считаю что форумы да даже скорее не форума именно сообщества макроклуб это был больше чем форма это именно было сообщество фотографов и сообщество фотографов она как бы позволяет тебе развиваться то есть она тебе дает мотивацию двигаться дальше по крайней мере на ну каком-то начальном этом я думаю я сейчас вообще выскажу это авангардную может быть мысль но ту которую все думали обсуждали что ну все там фейсбук ушли лет на десять там поболтались все поняли осознали ценность своего макроклуба макроклуб в том интерфейсе которым был морально устарел но все поняли какой он был классный хороший значит просто надо будет обновить интерфейс воссоздать все эти клубы и может новых насоздавать потому что она того стоит это тусовка то что было вот особенно как раз макроклуб и так далее сергей протасов появляются даже знак камеры бросил который специалист по всей фототехники всех марок главный дизайнер всех времен и народу в том числе автор логотипа реального мира вот сейчас быстренько читаем чат и наверное переходим так владимир хару почему все профи тогда без зеркалки никон используют никон за эльдри не был и особенно фото охоте ну не все это точно ну да не все но смотрите тут вопрос скорее всего тоже связаны с мышечной памятью потому что человек который ну профессионал это такое ну как бы не просто там любитель природы который вышел поснимать с удовольствием у нее есть заказ у нее есть сроки и скорее всего возможно какие-то деньги которые как бы ему уже выдали и он и дот он одними должны читаться и как бы переходить на там скажем с резко на беззеркалку которая нос непонятную он ее не знает и вот он сел там защитку кого чё нажимать станут корпус не там посидеть там по как поработать с ней работа в природе это порой какие-то ну вот я арт например снимаем не парой неважно скоростная съемка там и какие-то такие вот сюжеты которые с реакции связаны многим именно реакции нужно ты камеры не умеешь пользоваться поэтому лучше взять что-то старое проверенное но сейчас природная теме не так много профи фотографов и самое главное что вот эти вот зеркалки которые крупные которые вот про зеркалки стоящие там какие-то там тысячи сколько там тысяч долларов они все-таки сделаны на как сказать они не убиваемые то есть они сделаны для того чтобы ты мог там упасть и болото там грязь и я не знаю там пить и орехи и она все равно будет снимать у нее задача это снимать вот она сделана именно именно вот ради этого а без зеркалки я боюсь плохих условиях они к сожалению могут это они очень нежны но по полу неубиваемость я бы тоже поспорил как приезжали все зеркалками дорогими крутыми взять того же игоря шпиленка который приехал на камчатку свою годичную экспедицию да и приплыл там в первые недели все утопил там лодку оставил но утопиться понятно но вот и там балакин например вадима я помню вадим поставил где-то в прибои или где-то там штатив и там не то волной смыло не то сдуло все на это зеркалка без зеркалка там и приехали приплыли ребята чем было рабочий конь основной загнулся то есть никакая техника не страхован но в принципе да конечно вот эти зеркалки единички это тяжелый боец ураган до 3 до 4 если никон а сами я не уже не очень все плохо вообще очень всякими там объективами потому что я ничего не знаю я сам я самов объективы сейчас было это в модельный ряд канона никона уйдем это часов на 6 в общем с нулевым выхлопом а я предлагаю все-таки об искусстве немножко вот значит смотрим да сейчас читаем чат дальше дам владимир хорук мордин киль хильмер постоянно и и с никон и canon а sony не используют у никон вроде у них антреида и вроде заряд аккумулятор хороший но затвор без шумный вообще так без зеркалка а мордин хилмер он профессионал я просто его к сожалению не знаю я мало вообще кого знаю кроме 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 там скажем тех людей которые приезжали судить там золотую черепаху вот кстати золотой черепаху и то же самое что и с микроклубом чем вот этот конкурс классный но по крайней мере вот когда мисков был так как его председателем он вокруг конкурса создал именно общество общество любителей как бы фотографии природы сейчас нас смотришь тоже наверняка да но обозначься в чате господин директор лучшего конкурса в мире мисков величайший человек современности на постсоветском пространстве в природной фотографии и надеюсь я думаю что именно вот как бы участие в этом обществе там постоянно вот эти вот ежегодные выставки там встречи людей они как-то вот давали людям энергию чтобы как бы развиваться дальше это это очень хорошо надо мискова сюда будет тоже на стрим как-нибудь притащить давно я с ним не связывался надеюсь не откажет вот так значит это чат едет надо это вот к риме world life татьяна и дмитрия жеребцова значит потому что проще докупить без зеркал без зеркалку и пару объективов чем полностью менять систему вот кстати да сами смотрим на беззеркалку никон может быть да вот кстати вот партия канонистов еще одна верно с двух аппаратов снимаете да вдвоем же постоянно вот эти вот сычиные дела еще что да согласен видео конечно в эксплуатации проще то что но я например вот экранчик на природе снимать ну вот наводится мне ну жутко дискомфортно для меня акт я всегда выстрою там статичный кадр ческ глазок посмотрю потом на штатив поставил там фу на него есть еще на открытом воздухе на солнце на это вообще невозможно но для меня лично вот как-то у меня такая особенно зрение мне нужен видоискатель для без зеркалка это позволяет да и докупить там какая удобнее сподручнее вот в принципе то что николай купил я сейчас посмотрю вообще чего него выходить будет возможно тоже потому что пути пойду чтобы была такая вот боевая машина у беззеркалка все хроническая как бы недосадок это конечно маленькие батарейки но тут ничего не поделаешь потому что в беззеркалке все электронное в том числе и скатер все это есть энергия не но это решается во первых по может взять собой 3 плюс 5 плюс там этих аккумуляторов да и наш братва там по зиме в кармане всегда отогревает это как раз не вопрос да можно и 35 и там сколько сколько вообще в карман влезет сколько нужно и на длительной экспедиции там и пауэрбэнки адской мощности там и что только народ да ну вот в этом плане ну как бы не хотелось не с точки зрения рекламы sony я просто ездил со всякие поездки с другими людьми которые вот как раз массово перешли на том числе на sony смотрю как они снимают смотрю ну какие вот ну функции они используют и sony ввиду того что она начала свой путь без зеркалья гораздо раньше чем все остальные она конечно сейчас просто впереди планеты всей вот в отличие похоже по видео по видео похоже sony так вот когда приоритет видео вот ну фотографа в основном еще старый гвардия старый закалка у кого руки заточены под этот там под никон или под канон да они как-то так сторонятся да кто сейчас приобретает может быть это оптимально с нее и начинать потому что рано рано или поздно думаю все равно все по перейдут обе зеркалки но это время главное создать какой-то такой новый аккумулятор который продлит время работы и все на этом как можно будет ставить крест на зеркале как вариант вячеслав немировский у никона пока следящий автофокус не конкуренции по точности плюс пробивает сквозь мелкие препятствия плюс сумерках в лесу точнее бьет из практики но на все это доступно исключительно на зеркалках топового уровня разумеется никакого там любительском сегменте вы такой не найдете это раз но еще от себя добавлю да кто какой камерой владеет да я например вообще на одним из последних на всей этой фото тусовки начал автоматическими функциями пользоваться то есть я очень долго снимал м к и блин еще с ручным фокусом вот ну как автофокус я не нажимал да потом я начал постепенно приучать себя к этому да что можно вот но например у своей машины с которой я работаю да я знаю в какой ситуации она пробьет а в какой не пробьет да вот но обычная шестерка канон у меня обычный стандартный вот 100 400 трансфокатор я в общем каноновский тоже и фактически я только с этим бегаю да я уже вот ну просто по ситуации знаю где где я пробью а где надо просто отключить там рукой подкрутить что ветки не пробиваются то есть в общем то каждый свою машину знает тоже вот но топовый уровень данным под это больше приспособлен там понимающий такой да вот эти там точки следящие они ум более умные то есть ну вот лен герман привет друзья привет привет дмитрий голубев sony гарантирует защиту у старших моделей лучше чем у зеркалок защиту дима какую за счет дальше ну никак единичек 5d и 6d вроде послабее у самого 6 а от мороза защита да понятно а такой вот вопрос а вот собственно по поводу sony ну хорошо а у старшей sony есть откидывающийся экранчик да напишите корень его скорее всего есть значит это уже минус в ее надежность потому что любая движущаяся движущаяся часть я просто иногда смотрю в чат и поэтому ну глаза у меня в косяк тут вежневский выкладывал с месяц назад ролик он какой-то там помог каноновской линейке какую-то хрень купил я забыл там что-то такое марк чего-то новую вишневского 5d марк 4 я не помню какой он купил ну короче вот можно посмотреть кто вишневского если там не дай бог не подписан там в рекомендованных у меня василий вишневский на я надеюсь здесь вот ну кто и на ютюбе тусуется тут сто процентов подписано у вишневского был ролик он показывает экранчике он тоже написал мне страшно что оторвется вот личная как бы тут чисто вот вопрос статистики там как говорится математическом ожидании так далее это движущаяся запчасть которая просто снижает как бы слабое звено надежной системы равна надежность самого слабого звена вот так вот над на топовых зеркалках скорее всего экранчик если появится то не скоро потому что как бы ну это ты открываешь экранчик у тебя сразу же доступ к внутренним каким-то этим там областям кинокамеры фотоаппарат и так далее это как бы в определенных условиях будет уже грустно ну а вот для таких парней как я я считаю экранчик вообще нафиг не нужно только что посмотреть что снял может быть там операции но и тогда очень удобно ну лично мне вот подавайте видоискатель и в режиме видеосъемки вот я последние два года канал на ютюбе забабахал снимать на видео чтобы развлекать движущимися косулями народ да а тяжело и противно тяжело и противно через экранчики говорят мне видоискатель хочется это конечно без зеркалка на уровень зеркалки ну как там зеркало поднялось вот поэтому тоже это вот ну универсальность более универсальная машина конечно без зеркалка то есть довести там еще и качество но но я так понимаю где-то уже и доведено я просто плохо ряд знают у меня как бы вот есть работает пока не сломалась алексей ты вот как часто технику обновляется причине того что ну как бы а если смысл вот и ну как бы у меня был начале 400 а потом я приобрел 50 до после 50 д это я там еще приобрел 5d марк 3 помогу и все и потом я еще докупил 7d марк 2 потому что иногда нужно две камеры иметь сразу вячеслав немировский так вот кто не знает профиль нет многие смотрят его влог но монетизация загадка да это как имя еще раз товарища сейчас про кого вот вячеслав говорит март он может быть ему так сказать это его поддерживает к может его поддерживает и никона в том числе соответственно у нее и камера то никона камера а может быть в рамках каких-то локальных задач то может гранта на что-то там может опять же он мог как бы вполне прийти в офис никон сказать вот я такой-то такой-то вот я сейчас хочу поехать туда и там записывать выдайте мне камеру я запишу расскажу про вашу камеру без проблем вот тебе камеру и приезжай владимир хоров пишет youtube канал поглядите в экспедиции постоянно это как как называется канал тоже владимир потому что это может быть тоже упущено это это днис у нас можно ссылку кидать в чат или нет так как у нас что-то тут нарушилась ссылку не получается можно просто название канала написать мы никак не можем бьемся с этим youtube чтобы могли зрители тоже ссылки ставить в чат с какого-то момента он тут откуковалась и не дает нам ничего сделать это ютубовский косяк вот пытаемся это забороть пока не получается вот значит вячеслав немировский видео на соне рулит а фотоохота в сумерках на рассвете в лесах пока курит сонька в стороне вот так вот close to найти наверно про вишневского пишет он купил 90д но это кстати да это там не самая дорогая серия до кэнон 90д вячеслав немировский пользу d700 и d3s все старички от канона 7d и 5d mark 3 тоже совсем не то бы прыгать выше пока нет смысла вот так вячеслав немировский хильмер но надо это после после чата я вообще посмотрю после стрима я посмотрю чего там на канале тогда почему-то как-то вот у меня он вылетел из зоны внимания то есть я стал что-то интересное да я конечно добавлю там рекомендован еще где-то понял спасибо за информацию значит мне кажется мы заболтались в объективах и чувствую это всегда когда фотографы собираются какой-то стандартный разговор про объективы начинаешь и про камеры помню на литовском клубе на усадьбе где-то собираемся там кто-то опоздал приезжает о чем сегодня базарить бы если опять объективах я сейчас сажусь на машину обратно ну что немножко фоточки надо посмотреть там уже давайте так ссылка на канал ссылка вячеслав пытались отправить не прошло просьба тогда значит denis смотри не проходят ссылки у нас дениска ты найди пожалуйста вот этого хильмера канал ты кинь это модератор потому что блин я не знаю что тут делать на мортон хильмер найди пожалуйста вообще видите канал на ютюбе вот чтобы просто о чем идет речь да о том и вла-вла-вла сейчас я сына попросил найти да вот вячеслав нивировский nikon d5 идеал для фото охоты вот но по цене для многих нецелесообразно и на этом месте я переключаю на портфолио алексея волкова шлеп и что-то непонятное здесь сплошной арт алексей что это было первые в первой папке фотография желтенький цветочек мы уже говорили что это россянка что это было алексей смотри вот россянка росся это такое насекомоядное растение что-то сотворил что такую красоту сделал просто вывел ее из фокуса вот один из чате посмотри пожалуйста на дико ну вот это как раз тот момент когда снимать соли было гораздо удобнее но на самом деле тут очень так скажем смешанная техника тут как бы sony камера дальше переходник дальше canon 60 миллиметров а дальше рейнекс 250 такая увеличивающая линза потому что данные данные растения вот как бы по кругу это где-то на метров пять и она очень низко растет так сказать землей сейчас прошу прощения денисской кинул канал мортен хильмер да ссылка появилась у нас на вот техника съемки то есть вывел из из фокуса да это двойная экспозиции чего это не тут никакой данной просто кадры выведены из фокуса так как у меня разумеется контролем свете солнца то все вот эти капельки которые находятся капельки клея которые находятся на концах а виды измененных листочков растения или это ворсинки что какие-то я вот не помню точно они превращаются собственно такие вот бакешечки ну тычинки или это не защищенные ворсинки которые щупальца это не печеньки это какие-то видоизмененные то ли листья то ли ворсинки вот собственно конца которых собирается капелька с помощью которых насекомые приклеиваются потом она захлопывается и переваривает секомые очень так сказать ну ладно это что-то слишком злой арт давай попроще и корки перейдем конечно резко снять но резко она тоже красиво меня есть резкие кадры идти но так она как бы создает определенный образ предлагаю перейти к следующему там как раз в резкости 60 процентов кадра вот и это икра у нас лягушачья лягушачья икра как в ней усмотрел художественный образ да все очень просто и кринки это искра жизни собственно но искра огонь ну вот значит надо было подсветить ее цветным вспышкой с цветным фильтром чтобы как бы кринки как бы из белых но они окрасились как бы в цвет вот кстати сейчас новая эта тема для обсуждения вспышки и фильтры тоже можем плотно заняться на часто применяешь вообще в своем этом искусстве цветные фильтры ну да применяю и очень часто вот но это фотографка 2009 года ну все-таки я тоже прохожу через определенные стадии и моду и ну нахожу какой-то прием снимая с ним какой-то ряд фотографий вот могу параллельно использовать его другими приемами но так или иначе в какой-то момент может быть он мне надоедает я просто перестаю им пользоваться и вспышки цветными фильтрами я до последнего времени использовала но вот последний год например я вспышку по моему практически не разу не выставал сейчас у меня как-то это мода на другое пошло понятно здесь имитация закатного света да вот он скорее имитация даже не тоже закат на свет а именно то что и кринки это искра жизни и штука еще в том что во первых они уже как бы видно что они уже утворены то есть она начинается вот а вторых еще что в лужах где собственно эта икра находится там повышается температура потому что как вот свет я так понимаю как был через эти линзы и но фактически они там убиваются живое кроме себя но вот как то так но не знаю может я не прав ну поедем дальше по моему следующая вертикальная работа ковыль она очень известна на у тебя где-то было не нигде не было но я и посылал но она нигде не вышла я я почему-то и и вот очень много где видел мне кажется либо ты на разбор портфолио постоянно таскаешь везде природа мне она вот очень хорошо причем ну не как-то не сильно ведет с конкурсами я как бы выбирать работы которые не проходят на этом месте я переключаю на экран блин алексей сказал что мне очень везет в конкурс значит сколько раз то был в финале золотой черепахи например ну я не беру сейчас общее количество конкурса там в описании под этим стримом все есть название и особенно на прошлой неделе был ролик в рубрике реальный мир рекомендуют презентация канала алексея там перечислены там все основные конкурс не не вся пачка там не все 60 там допустим я не знаю какое-то адское количество такие самые национального и межконтинентального масштаба вот просто банально в золотой черепахи сколько раз ты в финале был вот три или четыре три лауреатом было давал дикая природа россии дико природа россии от которой нашу джоговик победитель в первом конкурсе в номинации детали совсем не везет а дальше как бы только иногда финал а так иногда финал но причем из дико природа россии мне фатально не везет потому что там требуется такие хорошие биологические кадры а я как-то далек от этого стиля почему-то и ну как не получается мне там с ними не получается не всегда мы контачем так скажем как-то так с фарта и башкортостан россия было в жж только что видел в жж алексей на отчет это какой вот ты сейчас где выложил а как называется первозданная россия но это не конкурса мне вот седьмая фотография там очень понравилась с грибочками у алексея совершенно как сказать культурно офигительные отчеты об открытии выставок и самые офигительные фотографии там очереди на золотой черепахи или еще чего-то 2010-2011 год да 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 вот этот хвост громадный на два часа да вот отчет о выставке первозданная россия 2020 в живом журнале алексея так у нас левый контрол не починили 10 алексеевич не починили так а вот с в арта и башкортостан пишет что ковыль был где-то он может я не помню вот значит вот отчет алексея вот он любит еще на выставках посетители снимать причем да штук 100 выкладывает да и говорит да кто прежде чем зайти подумайте оно вам надо прежде чем зайти под кат а я всегда захожу и колькую много фотографий собственно ну как бы если человек пришел и он об этом ничего не знает зачем смотреть 100 фотографий с людьми сейчас секунду алексей это надо зачитать форестер фёст черная такой смех противный у ведущего и рожа противно я же говорил тролльский ковин мы заранее тролли сечем чего еще расскажите форестер фёст чего еще у ведущего противно про гостя не говорите ничего противного я обычно не люблю когда гостей про гостей чего-то вот лично если что-то про гости плохое скажут я сразу баню про ведущего говорите всякие гадости можно вот портфолио мы смотрели да был дело поехали дальше поехали это что у нас березовый лес на этот танк танцующих и береза расскажи что ты с ним вытворил все очень просто тут просто вертикальный смаз вертикальный смаз да так как ну такая интересная была роща деревьев в которой было очень много кривых берез и вместе они смотрелись как будто они на какой-то дискотеке танцуют а так как собственно береза вертикальная структура то лучше всего она будет размазываться именно как в вертикальной плоскости то есть вектор как сказать это слова надо подбирать но чтобы ну как бы когда вы размазываете картинку то выйти теряете детали теряя детали вы как бы ну как бы обнажаете образ объекта и тут как бы ну зависит от того ну куда вы направите смаз и смаз лучше направлять конечно по тому куда как бы этому объекту естественно двигаться алексей ты со смазами очень давно работаешь насколько я помню ну это такая последняя фишка моих лет а ну она 4 пошла и еще вот из этой же опять же из черепашей тусовки по моему тях то одно время очень сильно увлекался но он как-то город вернее не знаю сколько увлекался но вываливал короткий период довольно да ну как бы у каждого я вот как и повторюсь у каждого есть своя мода и свои какие-то правила съемки и мы же все как бы люди мы не можем все делать время одно и то же соответственно это нам доело что-то другое начали делать а может что-то начали комбинировать ну поехали на следующую фотографию тогда зубры сами бегут их смазывать не надо да 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 но можно объективам еще помочь можно помочь на что-то здесь сделал на тот горизонтальный смаз ну соответственно то что зубры двигаются в горизонтальной плоскости и соответственно лучше их размазывать как бы собственно горизонтальной плоскости потому что есть их вертикально как бы попробовать смазать не таки фотографии есть но они не очень смотрятся вот хотя там конечно задумки тоже есть но пока не реализованы тут просто хорошая фаза движения получилось и в ну как получается что-то второй зубр который слева он практически слился с первым зубром да еще у них образовались какие-то такие вот завитушки которые можно проследить а геометрические фигуры они как бы в арте определенные значения имеют но здесь ты с фиксированной выдержки наверное уже эти темы отрабатываешь или как 1 десятка конч 1 восьмая все там надо как смазывать и смотреть все результат ну то есть либо на полной мануалки либо приоритет выдержки да я всегда снимаю только на м-м-м-м-м ручные настройки других этих как сказать других режимов съемки я честно даже не знаю отлично отлично и то есть вот когда бежит животное такого размера в принципе я уже руки заточен ты быстро соображаешь да какую там выдержку подобрать там ну там от расстояния там от всего это зависит вот здесь дистанция самая тяжелая когда переключаться между сюжетом потому что надо хочется снять и разумеется резко то есть то что я там прихожу на точку из заморозить как бы мы снимаю только один сюжет и все мне больше ничего и на дне я снимать я и бегущих зубров сниму и стоящих зубров сниму и пейзаж зубрами сниму и чего вот могу я вообще мои видео поснимаюсь не забудут алексей а вот смотри но это все-таки такой не но я понимаю зубры там они зимой локально там в районе кормушек да там можно много наснимать а так вообще когда вот в природе снимаешь а нож вот эти арт всякие решения в ущерб документалистики идут наверное да ну как бы меня документалистика интересует наверно во вторую очередь вот так если упустишь ну так принципе интересно некоторые вещи интересные но я не биолог у меня нет биологического образования и ну как сказать я на этот мир смотрю исключительно ну как бы не с точки зрения на биологии а с точки зрения но наверное даже вот именно художника то есть я пропускаю этот мир там через как бы это свои чувства скажем так и выдаю какие-то вот картинки которые являются отражением там не знаю внутреннего моего какого-то мира и что-то то как я вижу мир вот на этом этапе хочется раскрыть один из вопросов заявленных в описании у тебя первично что проект который ирина савельева всем добрый вечер добрый вечер значит у тебя первично все-таки проект вот ты проектный фотограф больше или твои художественные сюжеты уже на местности часто создаются вот по ситуации нарисовывается то есть ну грубо говоря ты сейчас зимой сидишь вот дома думаешь наверное о том что весной вот какие-то сюжеты проекты есть обязательно знаю точно у любого есть вот что у тебя приоритетно в этом во-первых есть несколько таких поездок в которые я обязательно поеду и мы в них ездим там такой маленькой плотной группой каждый год собственно и я там буду опять снимать примерно все одно и то же но как бы это наоборот хорошо потому что каждый раз можно искать что-то новое причем у тебя уже есть багаж старых фотографий значит что ничего старого ты уже снимать не будешь а если и будет что это будет буквально два-три кадра уже нужно будет скачать что-то новое поэтому я стараюсь ездить на точке по нескольку раз как минимум то есть в голове есть то что должно получиться то что тебя хочется меня всегда из голове ну это уже может быть я наверное вообще всегда думал что это у всех так потому что я когда например смотрю на что-то я уже его раскладываю на фотографии и на сюжеты которые я могу получить какой-то такой вот прям фотографическое мышление я все вот фотографиях вижу и даже глазами когда смотришь все равно раскладываешь оцениваешь и как бы как-то так и поэтому когда я что-то снимаю я уже даже не то что снимаю а я уже пытаюсь получить то что меня есть голове известный принцип сначала фотографию придумай а потом с ним вот просто в насколько точно как бы я передам ну как своих тараканов елена шведун добрый вечер значит значит о вячеслав немировский пишет а можно пример одного и того же так ли сеанс портфолио есть что-нибудь одного и того же так одного и того же это просто я уже то что там в разных образах ты говоришь одно и то же снимаешь там годами в одних местах бываешь в одних и тех же точках там снимаешь и документалистику и арт ну вот деревья кстати очень прям один в один как я задумал но единственное конечно был все-таки экспромт но плюс тут еще вопрос то что когда ты снимаешь многое снимаешь очень долго у тебя в голове создается такой как-то называется вот как в каноне есть в общем такая функция называется мая меню куда ты можешь меню она большое и если тебе нужно как мульти экспозиция там допустим очень сложно все время там рыться меню искать как ее включить ты можешь взять и моим меню набрать там определенное количество функций которые пользуешься там какой-то предподъем зеркала там твоя экспозиция там я не знаю там основные технические приемы которые формат карточки например вот опять же да и все и ты только там нажимаешь зеленую зону и все и вот с этими сюжетами то же самое то есть как у меня есть определенные грибочек кстати пример одного и того же классический да грибочек сейчас мы наверно видишь тут фишка в том что как бы а это такой кадр тоже где это вроде экспромт и тут еще есть ошибка . ошибка которую я использовал как технический прием который мне сейчас расскажу но сейчас на грибочек переключил у нас тут звони лучше вот но суть в том что вот эти березы и растут по дороге если ехать скажем так калужскую область если ехать калужскую область снимать зубров и мы один раз там вот с коллегой светлана иваненко ехали мы их приметили они очень классно выглядят именно когда снег потому что вот эти белые березы и вот вокруг все белое они выглядят отлично говорят определенных таких ритмичных объектов в разных как бы позах и уже обратно мы уже там остановились начали снимать и принципе я вот за несколько дней я там подумал как снять но самое главное что когда мы остановились я начал их снимать у меня есть такой крик как бы быстрое решение и вот у меня есть определенный набор сюжетов которые я всегда снимаю они как бы стоят как бы в закладках то есть над ними не надо думать то есть я уже заранее знаю что вот это я с ним вот это вот это и вот это должен снять скажем так потому что у меня есть но вот как раз был разговор про проекты у меня прям нет такого прям но они рождаются принципе проект у меня есть определенной коллекции которые я собираю фотографии ну кстати наверно можно назвать проект у меня есть проект именно связаны с этой вот смазом именно и соответственно я вот когда выбираюсь какие-то ландшафт вижу подходящие я их как именно снимать специально вот ирина савельева в чате пишет красиво мне понравилось техническая ошибка превратилась в художественный прием вот это здорово ну а техническая ошибка про грибок про грибок я переключаю на грибок дело в том что двойная экспозиция и когда вы накладываете одно на другое то вот один из объектов становится полупрозрачным а если при этом вы подключите к этому вспышку через радиосинхронизатор то как бы но вы очерчивается в подсвеченный предмет почему такая граница вот это я мышкой покажу наверное сейчас вот курсором вот это вот границ да вот это да но вся интересность в том что у как бы ну вот как-то соединение вспышки и камеры есть это вот синхронизация какая-то там одна по 250 и суть в том что если как бы выйти за нее радиосинхронизаторы они как бы ну к этому не привязаны у меня по камере они мануальные можно поставить эту выдержку еще меньше ну побежь она будет по по цифрам больше по по сути получается меньше иди какой-то момент на самом деле мы видим что вот это на самом деле это просто затвор затвор он просто не успел найти до конца и вот эта освеченную часть она осветилась остальное как бы вот как затвором на половине где-то застрял в эту вот долю какую-то там микросекунды но так и получилось что одна часть экспонировалась со светом а другая нет но получилось такое разделение я посчитал что это очень интересно в плане фотографии оставил я имею ввиду что вот вспышка еще очень подчеркивает но тот ближний объект который пробивается причем этот прием используется как раз в других работах вот ну чё поехали еще немножко посмотрим значит у тебя есть какой-то еще объектив макро короткофокусный на есть улая его 15 миллиметров лягушечки лягушечки жабочки там жабочки жабы жабочки обнимаются это они примут от объектива какое здесь расстояние ну наверное сантиметр до я все время смотрю на экран потом в портфолио будут некоторые работы когда я говорил при предварительном просмотре вау этим же объективом но я не один кто снимает если это же которые снимают в принципе хороший объектив очень он очень такой специфический требует подхода то есть как бы ты не можешь его так накрутить на камеру и там все пошелся снимать потому что во первых мануальный в нем нет вообще электроники и он никаких данных на камеру не передает потом в экзифе будут пробелы там поделиться раз назови чего это за объектив чудесный потому что это называется венус оптикс аллоева 15 миллиметров фокеном до фокеном я покупал как когда он только-только вышел он стоил не таких конских денег как час и при этом к нему можно я покупал запомнил за 20 чем-то тысяч сейчас он по моему уже за 40 перевалил понятно значит ну это объектив мы будем еще вспоминать зря ты вот не пишешь там в описании чем снято и так далее да я как бы вот чтоб с вопросами не доказывали чем снят я всегда везде вот у меня в описании полный список техники снятые этим 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 я не пришел для как бы есть определенный смысл в этом деле так как я считаю что принципе не важно чем снято важно что снятые важно как бы там что она при этом как бы ну какие мысли у вас возникает когда вы смотрите на работу потому что если у вас мысли только одни о это там я не знаю там nikon d4 и там какой-то объектив но это неправильно так рассматривать фотографии же это не nikon d4 а графе это эмоции это какие-то но какое-то событие которое там происходит которое это как какой-то месседж который фотограф хочет донести до зрителя классики покажем без без всяких сложных технических приемов такая документалистика но красивая опаньте любовь морковь как птички называются алексей говоришь биологии не разбираешься не биолог я тоже не биолог сейчас как появится у меня экране кулички с красными глазками красными длинными ножками перекрестить но это эти пожимаем родушки любимые любимые птицы мы сейкиных и тех-то дмитрия голубева и дмитрия голубева потому что такую фотографию тоже делал она у нее такая более чистенькая такая более не знаю какая-то более выставочная это маны уже или где да это да это норман очно но маныч или где-то окрестностей какие-то то есть тоже в документалистике ищешь арт и построение кадра да 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 потому что меня тут привлекли именно опять же вот это часть какая-то вот ну в арте тоже есть определенные жанры я может назвать вот это как бы жанр и геометрия тут как бы перекрестие клювов перекрестие ног и растения которые вокруг растут стоит определенный такой вот такой ритм каких-то вот линейных структур вот по твоим фотографиям вообще у меня сразу любую берешь да там сразу спираль фибоначчи там и чего угодно там золотое сечение сразу это можно математику изучать не но я на самом деле это часто снимаю не так как нам заведено снимать золотым сечением пример центральной композиции цапельки на которых построена была верховая засидка вот они по центру кадра пожалуйста засидку строили липецкие ребята андрей костенко и сергей белых да это была классная засидка очень классный проект просто люди сделали вообще невозможно то есть в ту пору когда вы представляете это какой год то но я снимал тоже был двенадцатый год то есть они где-то в одиннадцатом десятом году представили золотой черепахи раньше в девятом они так 9 доклад у них девятый год вот доклад уже это что много как бы много лет там они то то они по прямо по солнечному свету построили то есть там никуда то она качалась у них то есть это то есть они года с пятого шестого мне кажется начали цапельник отрабатывать но суть была в том что когда-нибудь представили этот вот ну ну не знаю насчет 2005-06 но как бы вот этот цапельник стал определен я так понимаю ответом на иностранных гостей которых нам приезжали тоже показывать что там делают и липецкие коллеги тоже решили таким же заняться вот но у них получился просто грандиозный проект уж тогда по моему таким никто не занимался и это было ну таким некоторым культурным шоком когда ты видишь там цапель прям практически там смелевого расстояния там хороший свет все вообще без кадрирования без всего вот не в 200 метрах от тебя где-то прямо близко и это прямо было здорово часто уже конечно это когда там 10 лет снимаешь все-таки есть в этом какая-то может быть не знаю но не то что не хорошая черта но я тут завидую новичкам потому что у новичков как бы себя все впереди и как бы они радуются любому а я там смотрю на фотографии понимаю ой блин как же тут все плохо лучше и смотреть старые фотографии я все равно и вставил для того чтобы ну показать что как бы я снимаю не только деревья размазаны вертикальный по вертикальной оси а еще иногда бывает и другое то есть в данном случае я из макро вышел но я макро далеко не бросил и просто мне интересно вообще всего ну наверно карте рознь на секунду вот это то что я сказал ой блин давай не обсуждать потому что часов на пять кроме этого как и кроме подводная расчет хотя подводная у меня тоже вот уже заготовлены определенный проект алексей вот такая графика что же калмыкия где-то окрестности маныча линия нет это не маныч это у нас это вид с горы большое бог дело на соленое озеро мушкучак это как бы грубо говоря место где но мало длина фокус тем и как бы с помощью ну как бы длинный фокус он как бы картинку делает плоской то есть она там как план так совмещаются и это как бы момент когда степь переходит собственного озера ну чего теперь поехали ко всяким художественным опять чудесам и грибочки вот это уже на двойную экспозицию похоже но без особо злобного смаза алексей да я жду по и не жду там зрители уже все видят то есть это ждать ты по портфолио просто где мы сейчас идем портфолио поэтому в линию в линии я все тащу в лоб пока пока предмет не пришли но тут все да на самом деле просто там двойная экспозиция но она на самом деле тут для того чтобы сильнее размыть адифон и скорее такого дымку навести туманную плюс освещение сбоку и вот общей температуры как бы вниз ну синий область а то есть движком ты в конвертере балуешься смело да у тебя там то перегрев то переохлаждение спокойно поставлю можно камере сделать даже не надо какая разница в камере или в конвертере это имеет значение но в некоторых смыслах имеет потому что например конкурс такие как и випиай который лондонский конкурс там если будет сильно расхождение сразу там будет дисконфицировать то есть там это очень-очень щекотлива подожди если раф на автобалансе белого снят а в конвертере ты выставил там коррекцию внес ну да такие слухи ходят что дадись ну а какое там расхождение с травм рафон и есть трав вот у меня с обработкой все вообще довольно плохо потому что я плохо знаю фотошоп то есть как бы плохо знаю фотошоп в плане что это очень мощный инструмент и там много чего можно сделать и практически на все можно сделать с точки зрения графического дизайна и вот как бы обработка фотографии но я практически не касаюсь этой области все мои знания фотошопа они заканчиваются тем что я кидаю фотку фотошоп она открывается в раф конвертере и я там двигаю пару пузыков потом выжимаю окей а после этого я просто ее сохраняю актив все больше я ничего не делаю потому что ну что еще тут делать совпадает с техническими требованиями всех ведущих конкурсов природных потому что соревнованиями в том что стоит то есть хочешь сфотографировать что-то удивительное сфотографирую и показываю кто кто у нас там на песке единственное последнее что может быть еще у меня появилась это я еще захожу в этот фотошопе в закладку black and white и делаю какую-то черно-белую фотографии смотрю как она будет смотреться ну заранее придумываешь черно-белую существующими пресетами по-разному бывает иногда видишь черно-белая а иногда черно-белая рождается уже в процессе обработки кто это у нас такой присмыкающийся и как ушастая круглоголовка которые закапываются в песке да недавно дмитрий голубев кстати показывал только дмитрий показывал по моему из дагестана их мне кажется это калмыки калмыки да это какие-то дебри дебри калмыки и здесь ты вот этот размытие в движении тоже по выдержке то наверное уже четко знал на чем ловить на какой ну пришлось экспериментировать потому что яркий солнечный свет и так далее а тут тот дневной пересвет ну да они ночью не лазит и утром их тоже нет они же эти холодокровые зают как только это станет жарко как только солнце станет таким что хоть ты хоть падай то есть ты в таком солнце ярком обычно не работаешь то есть ну не самые оптимальные для фотографа условия и поэтому да ну как обычно утро ранее утро вечер но в песках когда-то там можно хоть днем работать потому что песок он как-то это но не дает тебе бликов как листва например на мана и более и поэтому вот и вот эти животные которые песка кроме этих жуков с глянцевым панцирем их можно вполне себе нормально снимать и даже в самый полуденный знак и то есть вот эти рептилии да в общем-то они не бликуют нет то есть у тебя документальные ну скажем так классически это замороз там-то при ярком свете этого филиминтарно снять с любого ракурса то есть бликов там нету да не блик будет там конечно в жесточайшем другие другие проблемы скажем так но но тени резкие может там еще да 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 он не равномерное освещение но в целом ок снимать можно все давай в чистый арт заглянем главное мне хотелось именно движение показать и мне очень нравится движение если вы никогда не видели как закапываются круглоголовки я советую поглядеть потому что это просто какая-то магия то есть животные сидит а вдруг она начинает шевелиться и она вот как будто как гудини просто проваливается под песок классический пример истории рассказаны одним кадром здесь он полная раз динамика может быть обучать но у меня прогулок тоже очень много видео снято я может что-то про них тоже сделать тогда придет алексей давай выкладывай да и говорю у многих тут снят видео очень сложно делать несмотря на вот я вот выложил буквально по вчера что ли да ночь это выложил я тебе даже комментарий написал что только монете по ночам выкладываю как сделал так вот выложил 2 30 я выложил ролик он идет пять минут и при этом и при этом минута из этого это вот как будто стрекоза которая застряла и вот вы представляете вот я пришел с работы 7 часов я начал раскладывать оборудовать и снимал на зале записывал как будто все говорили его со всеми дублями там очень много дублей то есть язык заплетается ты оговариваешься говорю что-то не то еще плитык языкается вот очень много чего происходит либо ты все отлично сказал смотришь а у тебя там рука из кадра вышла или там ты куда-то там глаза на косичник ту сторону в общем все два часа я записывал эти вот пять минут и потом еще четыре часа их сидел программе потом намного быстрее будешь делать недавно канал реанимировать решила сам в кадре появляться на самом деле не так сложно самое главное у тебя есть фактура такая да вот уже там кадр там который стоит но этот рассказ стоит того чтобы этот ролик снять понимаешь когда эта серия будет я уверен что это вот школа для фотографов вообще моменты самое главное что в башке происходит у фотограф который вообще это все решил конечно писать в сценарий некоторые экспромтом рассказывают и у них это получается но я человек такой как бы я не могу запомнить там две строчки текста да ты мне перед стримом сказал сколько ты доклад там на фестивале готовишь полгода ну не полгода но как бы желательно как бы за хотя бы за месяц потому что я несколько недель сижу его и пишу 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 в общем хотя бывает конечно экстремальные случаи но тем не менее не всегда получается писать иногда там муза театра отворачивается и вообще ничего не пишется а писать именно как бы против себя ну то есть когда ты понимаешь что тебе надо написать ничего не пишет это начальше себя выдавливать слова ничего хорошего из этого не выйдет все-таки бывает так что вот как бы вот я сидел сидел там ну занимался микро делами танки вот там можно кино там посмотреть еще чего-то там вот и вдруг у тебя раз там щелкнуло и ты там прям word открыл и там 1 1 1 1 1 у тебя уже это пол сценария готова потому что у тебя там мысли полезли и вдруг ты там неожиданных там это выплеснул на файл сохранил ну вот алексей пять лет назад это по-моему снималась не в смысле коми ну вот вот этот эпизод замурованной стрекозой который своим а это вот мурки андре 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 анну это я думаю не только твой это для многих природных фотографов учителем во первых ну вот универсализм его и человек который умел фотографировать все чем его как раз там ни в какой глубокий сложный арт не заносила полнограни документалистики и хорошего арта да и у него всегда именно вот высшего класса выходил ревитом что репортажка что в общем то там ну любой что что пейзаж что макро это помощь человек который на золотой черепахи брал все номинации но не то что все но номинации 5 или 6 там и фоторассказ выигрывал и макро и растения и другие животные чё только то есть ну да рано ушел очень вот но вспомнить да то есть вот ты считаешь что это твой учитель там один из основных наверно да ну в общем да и тебе с ним удалось тоже поснимать да это было последний проект как раз который мы там не там было десять человек примерно вам бы интересный интересный проект которому участвует ночи понравился принципе мне вообще очень ну такие нравятся инициативы когда как бы есть какая-то общая цель и соответственно какая-то команда собираясь работать над этой целью причем даже интересно когда эта команда не просто работает с каждой из этой команды полная функцию это очень очень здорово друзья зрители уважаемые кто не понял если кто вот не знает о ком мы говорим мы сейчас обсуждаем это был великолепный фотограф совершенно андриан колотилин природный фотограф он с юного натуралиста там с юнацких секций начинал в экспедиции ездить в общем всю жизнь с природой и по заповедникам он очень много там полистовском заповеднике много ну во многих заповедниках зубровый заповедник как называется приоркско террасный он работал даже умер он заповедники вот в комсомольске он как там нет еще правее я такого забыл который всю жизнь острова и шах шантарский карте лежит типа вот это мы вот до минута лирики было возвращаемся к так искусству но жизнь это жизнь жизнь до рано ушел 49 лет всего прожил но оставил след тоже я думаю когда-нибудь мы вот ну можно будет как как-то отдельно там наверное ну не знаю может вот ролик памяти какого-то фотографа до записать вот показать зрителям вот такой-то был кто-то снимал уже много уж например там юрий борисович шибнев да вот мы там чего-то ну чё там больше в этом неделю назад там про фотографии там говорили про леопардов дальний восток ну а чего вот все засидки все точки из которых там все современные кадры все все юрий борисович нашел же мне условно да и ну есть кого вспомнить до из ушедших и наверное тоже стоит вот эту тему как-то показывать до учителя то что предыдущая калиф хотя по возрасту какое-то предыдущее поколение там практически то есть но мы с андреаном там несколько там вот три разница по моему вот поехали тогда дальше по портфолио вот цветочек у нас с красной каем очкой что это чем освещал имитацию заката я уже знаю что имитация это молодило как бы просто да и подсвечена вспышка из красный фильтр такой кадр но я понимаю вот такие у тебя в голове там мутятся в большом количестве да и просто поехал реализовал уже вот то что надо рисовал фантасмагорические пейзажи нашел цветочек который по форме под твою геометрию линии больше всего подходят дальше свет везде искусственный в данном кадре да но не везде но в данном кадре что я говорю это вот ну а так имитация заката на вот ну графика это вот графические темы он не тут же опаньки на чистую документалистику переключаемся сразу это кто это если думаешь что алексей чисто в арту ходят а всяких птичек петухов снимать это же самое вообще мило дело то есть кто-то не снимал тетеревов я ну я так издали вдоль дороги сидят на такую я не сидел не именно вот именно надо сидеть атаку то есть чтобы получить полное удовольствие потому что это какое-то ну такое действо какое-то такое прям вот как как будто в театр шел ролик по моему 11 тетеревами есть такой да если того один тетерев который так прыгает а под задницу еще сколько видеоматериала портитерев все фотки да ладно мало снимал но еще поесть на ток сидеть а этого только больше нет все этого нет на другой бои если будет поеду понятно и поснимаешь видео тоже для зрителей до пока не было даже ты не всегда не всегда вспоминаю потому что когда ты погружаешься в мир фотографий видео как думаешь уже пошлить момент но уже если поснимал то есть что показать да может быть не так много как хотел и давай вот такую популярную птичку покажем это совсем биологический кадр совсем не искусство но но фильм в дикой природе чистая документалистика да это фильм дикой природе мы нарушили как бы его границу так сказать его владений гнездового участка да нам сказал как нам сказал ученый собственно по птицам опять не вылетел термин с головой орнитолог вот-вот орнитолог и к своему еще стыду я забыл как его звать вот я помню его то есть у меня очень хорошая память на лица я вот всех кого один раз видел я всех запоминаю но вот не школьный школьный это краснодар так вот марио 2 3 3 8 появляется как раз с юга человек из новороссийска это прекрасный человек он он как раз это вместе мы ездили вот собственно по карьерам из калифилинов потому что нужно было в том числе провести подсчет их дает ставропольский край и соответственно вот из пяти карьеров которых мы побывали как бы фильм но это пошли в двух то есть как бы из присутствующих печати сложная птица для съемки какой-то страны из сложной тем что это но я закончу мысль но суть в том что у филина он печально известен тем что он очень просто бросать кладку буквально его немножко потревожить он моментально бросает свои яйца и вот это очень тяжело потому что он плохо уживается с раздражающими как бы но факторами типа вот и людей и их не деятельность но по крайней мере на территории россии потому что может быть других странах там по-другому у нас они очень скрытные очень такие вот пугливые и очень нервные и конечно снимать их сложно но когда ты видишь двухметровую птицу в полете которая совершенно не издает такого шума но она производит конечно какое-то шокирующее впечатление я как житель европы могу сказать что они во всех странах скрытно в общем то рядом с людьми не живут там в отличие там вот вот у вас наверное сипух есть я чё-то не видел ни разу и не помню чтобы кто-то снимал из наших сипух у нас очень много неясыти ну этих обычных серых и 2 2 морф по окрасу коричневая а ну а то раньше это уралья не пеледа это длинно уралья не это уральского длина хвоста иногда бывает изредка где-то они во время миграции как-то там крана так местных вот этих у нас вот нами не домашняя сова называется это серая не яс да но ушастиков много естественно что еще эти сычи воробьиные сычики которые овсянкой питаются я так как вот там по зиме иногда там на охотничьих кормушках вот хожу смотрю там собираются овсянки в большом количестве опы и сычек сидит довольны там перья овсяночные обтирает нас в принципе до сычеков сейчас до твоих скоро дать вот а это по поводу карьеров что хочу сказать на территории россии вот здесь чате присутствует дмитрий голубев да так он как-то у себя под орлом сам нашел на карьере филина и снимал еще лет десять назад ну вот если круто в каком году свое фильм снимал на даже на канале по моему не знаю видео тогда было или нет но вот мы когда это первое у нас сколько может полтора часа до господин технический но олег позняков тот появился добрый вечер олег позняков нас с ним был две недели назад стрим по поводу айпи камер дома повешено на куку же это на скворечниках на подкормочных площадках это перспективная же тема потому что хочется вообще сделать такую систему онлайн трансляции на что переходим дальше к портфолио поехали наверное тогда быстрее фотографии мотать что крупного пушистого зверя но можно корейского озера все довольно просто ну как всегда мой любимый смаз тот главное что при смазе у него очень интересно разложилась шерсть который стал похож на акварель и собственно это самое наверно глава и по центру еще клок такой это замороженной шерсти вот здесь вот я вижу все смазано и это вообще считается вот высший класс при проводках там размытие в движении и ну вот вообще при смаз там любой 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 любые вот эти вот динамические техники съемки животных да когда часть животного заморожена а часть размыта ну да классически да но я чаще всего классику нарушаю здесь вот она есть едем дальше и обычный лед да это обычный лед и сосновые иголки назад и необычный свет да ну в принципе солнечный свет бы дал примерно такую же картина но я еще и усугубил еще и с опять же этим таким красноватым фильтром но геометрии уже не обсуждаем там это все в учебниках композиции есть на очень просто мне понравилась структура льда как будто перья интересная спринтер такой кадр первым конечно снял виктор тяхта и но не отнесли не минутку минуточку минуточку но увидев у него такой кадр ну конечно после того как мы того светлана и военка оказались тех же условиях и конечно же тоже поснимать алексей золотой черепахи один николай шпеленок это который брат игоря и дмитрия шпеленкова средний брат шпеленок николай шпеленок вообще величайший фотограф современности да в первой или во второй черепахи был именно спринтер николая петровича шпеленка когда за сколько лет до этой черепахи он его снял григория пишет от медведя бежит ну да по расположению кадров портфолио да и собственно вот эта техника то что и да и ну и тяг снимал в принципе да вот эта техника берется но здесь чего алексей что характерно всеми четырьмя колесами от земли оторвался я вот так и назвал убрать шасси да убрать шасси самолет взлетает соответственно убирает шасси ну взлетающий ежик да еж пошел на взлет поехали дальше мотать времени мало здесь у тебя по какой-то из массы двойная экспозиция это это только смаз только смаз да дело в том что если подобрать скажем примерно амплитуду к срабатыванию затвора то можно добиться такого интересного эффекта когда у вас часть фотография будет резкая а часть нет как-то так это снималось это сосновый лес минус 30 и ну да еще в ночи очень холодно но утро вот с фарит аритай башкортостан пишет мне смазанные кадры совсем не понравились вот как бы ну как люди как то не воспринимает эти все эффекты понимаете как бы искусство но разнообразно есть как бы васнецов а есть пикассо и сказать что круче васнецов или пикассо нельзя никакого жанра и они про разное я тут хотел тоже добавить про восприятие искусства вспоминал недавно ну вот уже в этом году будет 10 лет как тоже нет одного великого фотографа сан саныч слюсарева у которого фамилии часто неправильные ошибки ставят помню когда мы вот он там первый год три помощь немал да ну он снимал жизнь вообще все как есть там газовые трубы всякие тени там дом на завеске чего угодно там стрит то есть пляж там в парке какие-то лукаши и тропинку ну чего угодно жизнь заснимал как есть там метафизическая фотография с выражением я помню ситуацию как мы пошли это десятый год был как раз вот когда сан саныч умер там через полгода осенью на винзаводе сделали небольшую галерею сделали работу сан саныча серию квадратных еще инди вор действительно и мы пошли втроем с тем самым доктором винни да и сашей голиком который а ледр тоже ныне покойного уже давно нет парня вот значит мы втроем пошли и там всего но фотографии 20 или 30 сан саныча висел на и я смотрю каждый вот свою тему типа о то есть саша там геометрию композиции линии вот эти ловят моментально да я ловлю тени вот моим мою это тени до виноградов там что-то 3 то есть каждый то есть мы вот каждый там свой кусочек может к тому что сан саныча всем владела вот этот небольшой зальчик на винзаводе вот они вот в таком формате там небольшие квадратики черно-белая серия была вот то есть каждый тоже свое видит каждый свое хочет каждый там ну в принципе у любого фотографа конечно какой-то арт в душе есть какой-то стиль да есть кто много стилей то есть и вот алексей много вот просто стоит понимать конечно что вот ну как бы она и искусство она сказать это такая такое самовыражение вообще человека и попытка ну как-то показать или переосмыслить тот окружающий мир который мы живем и даже вот недавно был какой-то такой вот арт где там этот банан привязали короче к стене и собственно это был арт-объект вот этом тоже есть определенный смысл только как бы большинстве случаев просто как бы не все люди допирая до него вот и это кстати говоря ну но надо образовываться ну у тебя арт-объекты все понять и косо что понять там каких-то других этих мастеров прошлого нужно просто знать надо знать как бы вот тот бэкграунд который был вокруг них вот тот же самый этот черный квадрат малевич его он кажется не просто так это не это как бы объект который как бы что то значит то есть это не по это не просто черный квадрат это арт объект который имеет собой определенный background если вы вы не знаете вы воспринимаете его просто как черный квадрат но нужны знаю бэкграунд и да я понимаю что люди когда приходят на выставку хочется посмотреть, но оно искусство такое, то есть как бы авторы, они закладывают что-то в свои работы, чтобы такое как бы двойное дно, а иногда тройное, там четверное, там пятерное и еще там какое-нибудь. И оно, его нужно уметь найти, если вы до него не докопались. Ну вот, кстати, СФ, Арина и Башкортостан пишут зато 95 фотографий с первозданной России, очень даже понравились, это классический репортаж, то есть вот тот же Алексей взял, пошел, сделал и ты прекрасно это умеешь сделать уже всем. Большинство, в большинстве случаев людям просто нравятся истории про людей. Людей интересуют только люди. Фильмы возьмете, какие у нас фильмы считаются самыми хорошими. Ну вот там, из советского кинезатографа, ну, не знаю, там «Берегись там какой-нибудь автомобиль», там «Бриллиантовая рука», но если вы на них посмотрите, это же фильмы там не про там фантастику, драгосенности, там еще, это истории людей. Я проще пример приведу сейчас, можно, Алексей? Можно перебью и приведу пример проще. Ну вот я сейчас поставлю, например, вот «Косуль» в лесу на тропе, или там на подкормочной площадке, еще где «Косуль», «Кабанов», «Ладей» на два часа в эфир, вы будете смотреть? Да это невозможно смотреть, это зевать захочется. Человек в студию пришел, и все сидят, смотрят, всем интересно. Людей интересуют только люди. Но в контексте привязки к нашему общему любимому хобби, природной теме, природной фотографии, природной видеосъемки. Вот. Далее, значит, чат почитаем немножко. Григорий А, я когда на полный экран «Медведя» развернул, действительно, будто краской некоторые элементы нарисованы. Интересно. Ну вот, да, и причем вот тут мы с Алексеем, я добавлю, как этот итальянский конкурс называется? «Асферика». «Асферика». Ты туда отправлял? Да, конечно, про него. Туда отправлял. И пока не был лауреатом финалистом? Да, пока нет. Ну, там вообще, там такие вещи, вот я понимаю, почему Алексей стремится к этому, там имитация гуаша, имитация акварели, имитация графики мелка. Мелка даже, потому что там вот буквально до этого, ну вот, моя любимая фотография из того, что мы смотрели, там козлик, который как будто вообще детский рисунок, график из детской книжки. То есть, ну, все это фотографическими методами добывается, да? Там очень просто набираете «Асферико» в поисковой системе. Ну, может, туда еще «Вайлдлайф» слово набрать. «Асферико» через «Си» «Вайлдлайф» «С» как «Доллар». «Асферико» и там галерея. Там вообще сто процентов арт, наверное, 99, причем, некоторые вообще уже за гранью. Вот. «Крым Вайлдлайф» А мне смазанные очень понравились. Кстати, у меня тоже поправка по Фрейду, у меня вместо смазанной чуть сказочной не прочиталось. Вот, да. Марио написал еще Энди Орхл. Да, есть. Вот. И Марио пишет, мне «Босх» нравится, у него животных много на картинах. Да, а вы не представляете, как этот «Босх» нравился людям, которые жили во время «Босха». И его картины, вы понимаете, какие они для него были ужасные? То есть, он нарисовал какие-то совершенные штуки такие. Вот. И они просто шокировали людей. То есть, это сейчас мы можем смотреть на все, что угодно. Потому что, как бы, человек современный, он там очень опытный. И класс у него уже такой заплывший, скажем, не кто-то вроде. Во времена «Босха» там все было по-другому совсем. И такие картины были просто шокирующими. Ну что, предлагаю немножко портфолио полистать еще. и стрекозочка у нас это диагональный кадр, кстати, диагональные композиции, там лет 15 мода на них отсутствовала. Тут она вернула. Это нарушение, так сказать, этой классической композиции, что там горизонт все такое. как бы, в конце концов, почему я не могу на штативе свою камеру повернуть на 40 градусов? как бы вот. говорил, что в диагонали обложки горизонт на море положил журнальные. Вот. Поехали тогда далее. По портфолио предлагаю, да? следующее у нас это сон-трава, да? Да, цветок сон-трава или он сон-трава. Там еще это прострел, по-моему, какой-то. Или они кто это? Ну, это сон-трава, просто сон-трава такое народное название, на самом деле это прострел, а вот второе не помнит. И здесь техника какая? Да, тут тоже микросмасс и, соответственно, определенный эротический подтекст. Ну, эротический подтекст, это понятно, да. То есть, это смаз, это никаких двойных экспозиций, тоже чисто смазом, да? Да, самое интересное, у меня на первозданной России была личная выставка в каком-то из годов, по-моему, года два назад. И там была не вот эта фотография, но был предыдущий дубль, ну, примерно с таким же построением кадра, ну, тоже сон-травой, и вот на фоне этого кадра любили девушки фоткаться. Вот. Кто же запретит? То есть, тему раскрыть удалось, да? Ну, вот, я, как бы, тот кадр, ну, тоже, в принципе, хороший, но я решил все-таки немножко переделать, и, собственно, переделал вот так. Может быть, в этом году еще переделал. поехали к стрекоскому диагоналям дальше. Да, тут тоже двойная экспозиция, потому что, если вы заметите, в правом верхнем углу трава, собственно, растет. Ну, тут все главное запутать зрителей, где низ, где верх, зазеркали, собственно. Потому что отражение, оно именно сверху. Ой, нет, отражение, наоборот, снизу, а сверху это как бы, верх, ну, как-то сама стрекоза. А уже двойная экспозиция, это просто, ну, кадр второй наложен сверху. Вот, Марио2338 про сон траву пишет, что крокус по-научному. Вот. Ну, а что, раз про цветочки на следующие, кто там из-под снега вылезает, мне тоже, вот, который, это про лески, да? Сон стрел... Нет, уже на пролески из-под снега. Прострел. Сон трава это прострел раскрытый, вот я посмотрел. Прострел раскрытый. Или он еще называется ветреница раскрытая. Пулсатилла Паттенс. Вот это не крокус. Про пролески расскажи, пожалуйста, что у тебя в голове происходило? А, да, в голове ничего такого не происходило, потому что кадр, в принципе, такой довольно простой. Снимался первого апреля. Причем, конечно. Во-первых, снималось первого апреля. Во-вторых, нападало снег январское. А 31 марта, между прочим, в данной местности мы тоже снимали. Вот буквально я приехал в гости к очень хорошему человеку, так сказать, из Воронежа, Геннадию Мещерякову. Вот, он как раз звал там приезжай, там поснимаем первоцветы. Вот, я приехал, и 31 марта было сухо, и вот была прошлогодняя листва, и вот эти вылезшие прослеты. А вот 1 апреля просто дал снежный заряд, и мы прыгнули, как говорится, в машину и поехали, собственно, снимать. и у меня в голове разумеется сидело это классное решение, которое мне очень понравилось, и к которому я в принципе шел, но как всегда чешские, по-моему, фотографы всех опережают в этом, в то, что касается арта. И на какой-то черепахе... Венгерский немножко. А, да, или... Венгерский, венгерский, да. И какой-то черепах была очень классная работа с Зайцем, который сидел на Белом поле, и Зайц там был такой маленькой точкой слева-сверху. Это французская работа, по-моему, не венгерская была. По-моему, кто-то из французов. Ну, можно там альбом открыть, посмотреть. Только я год. Это примерно вот седьмая какая-то или шестая черепаха? Я помню, что золотая черепаха открывалась в Питере. Вот это я точно помню. Две одновременно в один и тот же день, по-моему. Давайте тогда быстрее листать дальше. А это из задницы арт можно сделать? Ну, вот, не знаю. А я подумал, что можно, хотя я потом узнал, что оказывается птиц сзади снимать ни в коем случае нельзя. Дурной тон, да? против всех правил вообще-то улетающие от тебя там эти звери, птицы, там, убегающие звери. Биологический вид не опознается еще, вообще кошмар. Ужасно. А я подумал, черт возьми, да это же этот шарик для этого, для гольфа. И так я его назвал, шарик для гольфа. Огорчился и пошел снимать Жуков, да? И вот так вот снял. И снял Жуков. Это вот та линза, которая... 15 мм, да. Еще раз, Алексей, Марку линза назови, пожалуйста. Фирма, по-моему, Venus Optics Лайо по 15 мм. Да, да, да. То, что вот... У них очень много интересных решений. Там есть какой-то у них прям чуть ли не микроскоп. Можно даже воду опускать. Очень интересная фирма. И это какой-то тоже Краснодарский, Ставропольский край, да? Не, это... Это окрестности... Ну, это Воронежская область, вообще. А, вообще Воронежская область. Да. Ну, и мы просто жуки, они очень... Им нужны старовозрастные дубралы. И при этом, как бы, вот ты можешь в лесу находиться, у тебя там дубов много, а жуки, они живут там в пределах 200 метров такого, как бы, там, скажем, периметра. И еще... Секунду, Алексей, перебью. Господа, кто жуков любит, еще раз на секунду показываю экран, да, кто жуков любит, оставайтесь с нами, он там вообще такой кошмар снял, сейчас побыстрее будем мотать портфолио, но там такая жучила есть. Уже скоро. Вот. Старовозрастный дубрал перебил, Алексей, да, и вот, то есть, места обитания, да, они известны. старовозрастный дубрал, пять лет они проводят, собственно, в древесине личинкой, потом буквально на пару недель выходят наружу, чтобы как бы биться со своими, так сказать, оппонентами, такими жуками в русских турнирах, потом, собственно, ну, как бы там найти самку, продолжить рот и умереть. И все, вот буквально там пять лет, потом две недели и цикл повторяется. Им для этого нужны какие-то такие вот деревья там возрастом, не знаю, там 80-100 лет и так далее. Возвращаемся к верхней липецкой засидке и смотрим цапельку. Это свет закатный, наверное, да, оранжевый? Да, да, ну, это стандартная такая, в принципе, технология арт-съемки, называется силуэт. Она, по-моему, это вообще силуэт это самое первое, по-моему, то, что появилось до фотографии, насколько я помню историю фотографии, вот, силуэт, это самое первое было. Японская графика тут еще такая. До того, как, ну, вообще, придумали понятие фотоаппарата, вот, делали силуэты. Ну, как бы силуэты остались как графическое решение в данном случае. Ну, а, скажем так, так, экшен, документалистику, и вот, крымчане, Татьяна и Дмитрий, я надеюсь, здесь, они сейчас своих узнают, документалистику тоже можно снять графично очень, да, Алексей? Переключаю на экран. Главный ботанический сад в черте города Москвы, Алексей Волков и еще толпа фотографов. Да, расскажи, что там происходило. Ну, тогда, тогда это не было таким массовым мероприятием, как-то вроде бы, это, какой у нас год-то, по-моему, 16-й, что ли. Подожди, то есть сейчас ходит, я не понял, если в 16-м не было массовым мероприятием, сейчас сколько, сейчас там вообще демонстрация фотографов идет? Ну, сейчас, вот в данный момент, как я вот слышал, что говорил Юрий Соколков, сейчас все ласку снимают и как бы сычка никто не ищет, но он как-то пропал, и вот они какое-то время просто пропали из ботанического сада, и в прошлый год, полных вообще не было. Кедровку, когда кедровка была, тоже была, тоже там все отметились, да, здесь тоже сычек, которого все снимали, да, там неясывается, там уже сычек, все это рядом, да, и снимали все этого сычека, расскажи, как все снимали, как ты решил? Ну, у нас тогда было буквально, там, по-моему, три человека, и мы искали этого сычека целый день, вообще целый день, то есть нам катастрофически не везло, при этом это свинцовые тучи, света нет, то есть, ну, как бы перспективы съемки вообще никакие, и в какой-то момент мы все-таки нашли сыча, вот, он сидел где-то метрах на 20, там, на тополе, то есть, это такая маленькая точка такая, ну, там снимать его вообще бесполезно, вот, ну, мы стали, ждем, что он делал, потом он перелетел пониже, мы к нему так уже тоже подобрались, единственное, что хорошо, сычи, они, по-моему, так на людей не сильно не реагируют, поэтому можно за ним наблюдать, так буквально, стоя довольно рядом, там, в каких-то метрах, и вдруг в какой-то момент он просто ныряет в снег, выныривает с мышью, то есть, это такой процесс, прям вот, и все, и с полевкой, да, и все, и вот пошла съемка, то есть, кто вот, человек, который там ряд был, он сразу там, как там, на колено присел, начал снимать, и я тоже что-то поснимал, но потом я смотрю, сыч нырнул в эти, в, там, кусты дерна, вот, а это такая структура, ну, сейчас, ну, как зима получается, там, леса ственетов, просто такие ветки такие, и, прямо именно в этот момент, как бы, как-то вот тучи раступились, ну, не прям так вот именно к этому, но вот, примерно вот к этому времени, показался просвет в облаках, и, собственно, это, лучи солнца, прям вот, осветили, я так понимаю, вот этот вот, как бы, ботанический сад, то есть, прям вот свет, как-то вот так локальный, и, я уже понял, что мне срочно нужен контровой свет, и я, как бы, ну, оббегаю кусты, как бы, по радиусу, и, буквально делаю там, сколько там, серию снимков, и все, и он улетает, и, такое вот решение, которое вот получилось, оно мне показалось оптимальным. Теперь я прокомментирую это, что такое, если там сумасшедший художник, выходит поснимать природный экшен, еще раз показываю картинку, да, вышел Алексей Волков поснимать, как, ну, вообще, многие природные фотографы, наверное, мечтают снять, как кто-то кого-то ест, да, вот, выходит такой Алексей Волков, не выезжая из города Москвы, в главный ботанический сад, да, встречает Сычика, в туманный день Сычик хватает мышку, садится вот на эту ветку, да, все снимают со стандартного ракурса, стандартную репортажку, Алексей оббегает, да, в этот момент вылезает из-за сплошных облаков, прорезается солнышко, да, вот, сзади рисуются эти ветки дерна, размытые оптикой, не фотошопом, а оптика все справилась, да, вот это вот присада, на которой коряга, это ветка, на которой Сычик сидит, она занимает именно по всем сечениям место на экране, да, и сам Сычик где надо, да, и даже полевочка в нужной позе, и опаньки, и вот оно все складывается в картинку, кстати, что у нас случается, да, то есть, я говорю, тут настолько до хрена всего сошлось, мне это напоминает вот шпиленковских волков, как Игорь сидел в Черных землях, по-моему, в Калмыкии, на водопое, ждал, 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 а потом все-таки снял, там, на второй, когда у него экспедиция через всю Россию была, на Газике 66, вот, ждал, 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 а потом, значит, это, снял, как волки выходят, да, и вот это вот калмыцкое солнце, там, одна-две минуты после восхода, да, мягкий свет, вот розовые волки, там, все прекрасно, смотришь, блин, ну, в этом пироге сплошное изюм, а где хоть капелька теста, вот так вот, и здесь у меня вот такие же ассоциации возникают, но что-то слишком хорошо, слишком хорошо. Этот кадр никуда, нигде не прошел, он, по-моему, был только, как часть выставки, совы Москвы, по-моему, на первозданной России, причем там были такие 20 на 30 фотографии. Вот, да меня бы, жаба задушила, такие хорошие кадры куда-то пропускать, как это так, если бы я в жюри был, я бы вообще сразу дисквалифицировал, вот так, ну, как это вот, Алексей, ну, что это такое вообще, нельзя так хорошо снимать. Все, давай это, давай смаз какой-нибудь посмотрим, а не могу я больше этого. Сычика. Камыш, собственно. Шумел камыш, деревья гнулись, и ночью темно было. Это тоже еще один из арт. Камыш может каждый увидеть. Из арт-приемов называется текстура, ну, собственно, тут камыш, он как текстура, но при этом еще его, как обычно, смазал, и, собственно, вот он получился, как будто это, как будто, как будто это какая-то ткань. Окей. Вот, но на самом деле, все, все как бы даже дело не в ткани, а дело в том, что я просто своими фотографиями пытаюсь передать эмоции, которые у меня родились, когда я, ну, видел эту сцену. и вот эта сцена, как бы, когда там ветер колышет эти камыши, они так туда-сюда, там, как бы, причем это, это весна, это, как бы, такая, как бы, тишина, еще листвы нет, ничего нет, холодно, и вот такой вот этот прошлогодний камыш, он так вот колышется себе, вот, в данном случае, эти эмоции, вот, я попытался их изобразить именно так. Вот Арчил Скандель, Арчил Гибрадзе тоже, который был у нас на стриме, мой грузинский друг, вот пишет, Сычек, молодец, вот, а теперь предлагаю такой стандартный прием, как контровой свет, силуэт, опять же, да, и угадайте, как там Алексей искусственные вспышки удалось ему расставить, или хрен там такой зверек даст, вот такой вот с Камчатки не дадут, да, как называется зверюшка? Такая шумерная вещь, стандартный сбор, может быть, кто не знает, да, это Южно-Камчатский федеральный заказник, да, имени Тихона, еще Шпиленка, Шпиленка, да, удалось побывать там в семнадцатом году с помощью компании Team Trip, и, в частности, по личному приглашению Крастилева, чем ему, конечно, безумно благодарен, потому что сам бы я, по крайней мере, в семнадцатом году туда бы точно не смог бы попасть никак. Ну, кстати, что хочу сказать, нынешний директор Кранотского заповедника и младший брат Тихона Игоревича, Петр Игоревич, второй сын Игоря Шпиленка, Петр, вот у него эта техника съемки вот контровых силуэтов медведей, да, он в поле тоже, он, в общем, прекрасный фотограф, но вот как раз у Петра очень, ну, то, что он когда выкладывался, он, в принципе, уже давно не выкладывается, я думаю, это большой государственный человек, теперь он кто, звание генеральскому соответствует, по-моему, которое... Да, двигает науку и, соответственно, занимается там какой-то бюрократией, скажем, науку, бюрократию, охрану, там все вместе... Если ты как бы занимаешься, ну, занимаешь какую-то такую директорскую должность, то что-то делать помимо этого может даже и невозможно будет. Нет, но когда он вот молодой совсем был, вот там сколько-то лет 25 было, когда вот, и он, но он же много там лазил по Камчатке, он и в охране, там с лазаренками он лазил много, и вот этих вот медведей, вот в контре, он там и лапу поднимающий с травы, но он же и на черепахах, по-моему, Петр тоже там участвовал, что-то выигрывал, вот, а тут еще и брызги в контре, и все, вот, я просто вот эту линию медведев, мало кто ее отрабатывает, но вот Петр Шпиленок один из немных фотографов. Ну, я первый кадр такой увидел, конечно, не у него, а у иностранного фотографа, по-моему, на каком-то из VPI конкурсов. Единственное, конечно, это он у меня такой более грязный, наверное, ну, да, наверное, такой более грязный, потому что там был такой прям чистый силуэт, вот, то там снимали не на Курильском озере, а в Филенди, скорее всего. Я просто с Курильского не особо помню вот таких силуэтов контровых. Что-то даже вот у Безрукова, там Безруков сколько, года два на этом кордоне безвылазно сидел. У него много что-то других хороших фотографий, может быть, такие фотографии сделать обязательно. Не, ну, начнем с того, что это вообще мой любимый фотограф, там, из вот, то, что два его кадра, два... Нет, такой багаж отличных фотографий уже можно это... Скажем так, из двух фотографий Алексея Безрукова, которые стали, взяли номинацию «Гармония мира» на «Черепахе» два года подряд, если их два сложить, там даже по названию, все, но я когда-нибудь это, наверное, здесь озвучу свою статью, вот эту старую композицию «Несоизмеримых предметов», и сдвину их в одной картиночке, которая одна называется «Надвечностью», а вторая там, где начинается небо. Вот я бы... А его же кадр был, когда там такая избушка, там мужик такой, чего-то там, по-моему, строгает, а на заднем фоне там тоже «Камчатка» и там «Медведи» и так далее. «Люди», по-моему, и «Природа», или что-то «Человек-Природа». Вот от него. «Человек-медведи» и «Радуга» на этом кордоне, это Саша Перевозов с Кавказа, который... Не-не-не, там какая-то была такая фотка, я так не помню, кто есть, но не важно. Вот, ну что, поехали по портфолио дальше, да, еще раз полюбуемся «Медведем» и сразу переключимся, да? «Медведь» такой он, классика, вроде как и арт, вроде как и классика. Ну, это классический прием, такого, да. Ну, классический контровой свет, да, почти. Вот, экспозиция в тебе не минус. И на птичек переходим. «Фи-фи»? Да, я ее долго смазом снимал, практически целый вечер. Подожди, двойная экспозиция здесь применялась или нет? Нет, только смаз. Опань. Только смаз. То есть, две крайние точки фиксации, такой, как смаз. Ну, смаз, да. Но здесь надо очень хорошо вот по этому свету свою технику знать, там, что твоя камера, где что фиксирует, там много. Да, да, это точно. То есть, знать свою камеру, знать этот уровень света. Да, у тебя времени не очень много, потому что «Фи-фи» очень быстро двигается. И, в общем, как бы, она бегает по берегу озера и, собственно, собирает там, собственно, этих, всяких личинок червяков. Но она это делает очень стремительно. То есть, пока там другое колечо там медленно ходит и так, это так, лениво тыкает, это она уже там туда-сюда, уже несколько раз такая бегает весь берег. очень такая интересная птица. И «Фи-фи» быстро бегает, и солнце по небу быстро бегает, и поэтому параметры, в общем-то, оптимальные параметры выпадают на короткий промежуток времени, правильно? Да, и у меня проблема еще в том, что я периодически забываю смотреть эти параметры, и так бывает, что снимаешь, и каждый темный или наоборот. Ну, к сожалению, так вот. Это болезнь всех, кто на эмке снимает. Сам столько в помойку кадров из-за этого выкинул. Пока не научился автоматикой пользоваться. Может, ты следующий будешь? Последний. Может. Но мне привычно так. Я просто знаю уже, как это работает. Ладно. Переходим дальше к смазам. Закрепляем тему. Это осенний лес? Это весенний. Да, это тоже весна. Это весна, это такая заводь, черная льха. А, павод. Наверное, высокая водичка. Там вода, в принципе, все время стоит. То есть, наверное, нельзя назвать это болото, но скорее это какая-то такая заводь, полуболото. Не знаю, там просто на задней фоне капыши. А, собственно, вот это такие кочки с черной ольхой. И, собственно, с черной ольхи осыпались ее, эти сережки красные, соответственно, поэтому такое коричнево-красное низ. Но самое главное, что это смаз с рук. Здесь четко обозначено как рука художника кисти рисовала. здесь такие плавные линии, которые, в принципе, мне тоже очень понравились. И главное, что тут то же самое. Я добиваюсь, то есть, я стою и очень много снимаю и добиваюсь, чтобы у меня получилось так, чтобы у меня был не просто смаз, а смаз, плюс еще заметите, что форма деревьев она не потерялась. Особенно рядом с корнями. То есть, они как бы уходят в эти вихри такие, но внизу они более-менее четкие. А где небо не просвечивается, нет вот этих полосок света, так там вообще акварель. То есть, разные стили, как будто эта картина, нарисованная разными стилями написана. Алексей, вообще с руки по смазу, я так понимаю, диапазон возможностей шире, чем со статив, потому что здесь вот такая загогулина, вот я не представляю, как это. То есть, со статива это сложнее, провернуть такой прям закорючком. С одной стороны шире, а с другой стороны иногда хочется все-таки такой, скажем, технический смаз, когда все так прям аккуратно. Вот, это не всегда получается. Хотя, вот березы, которые были в самом начале, я тоже снимал с рук. Кстати, Николай пишет на сильном этом в морозе. Николай Клоустенеджи пишет, с таким смазом можно и с чернышом перепутать, это про фифи. Это вроде как фифи. Я, конечно, не спец в этих, как их назвать, куликах, но мне вроде сказали, что это фифи. У меня, кстати говоря, в ЖЖ есть рассказ, собственно, про фифи. Причем, по-моему, даже может быть где-то на первой странице. Я там, где Калмыкию когда-то заканчивал, описывать. Вот фифи один из последних был. Там есть не только смазанные кадры, но есть еще и такие резкие. Может, я просто ее неправильно определил или мне неправильно подсказали. Но я вывернулся, конечно, удачно в этом рассказе, потому что я сказал, что я ее назвал фифи и для меня она стала фифи. Поэтому как-то так. Моя фифи. Понятно. А в принципе это, Алексей, если художник неправильно опознает какой-нибудь биологический вид, все, расстрел, вешалка и все, и позор и голову отрезают. Или ничего страшного, друзья подскажут. Вот, я считаю, что теоретически художнику как бы не обязательно знать, потому что у него совершенно другие задачи. У него задачи это ну, как бы какой-то посыл сделать или какой-то вот месседж или там эмоции те же самые притворить в фотографии. То есть что-то, что даже в принципе не зависит от того, что он снимает. Но тем не менее пока ты начинаешь снимать природу, ты потихоньку конечно в нее погружаешься. И рано или поздно ты уже знаешь, что у тебя там скажем даже невольно, даже не хотя вообще там разбираться ни в птицах, ни в биологии и вообще там я не знаю там насекомых там ненавидишь там просто там на таракана смотреть не можешь, а только там его палкой там издалека там как-то прибить. Но тем не менее рано или поздно ты все равно ты уже понимаешь, что вокруг тебя живут не только вороны и голуби. И доходишь до краснокнижной ботаники, вот что я хочу сказать. А оказывается, что там типа не только там дубы и березы, а еще много всего и цветов сколько, а насекомых и все. И потихоньку конечно начинаешь в этом разбираться. Едешь на край света, чтобы снять краснокнижное растение, да Алексей? Как называется оно? Венерин башмачок. Как? Венерин башмачок. Венерин башмачок, да и у тебя ролик про него есть. Все на него. есть коротенький ролик. И вчерашним он фигурировал по-моему тоже. Да, да, потому что часть той истории, которая была просто рекозу, она как раз занималась во время вот собственно поездки за орхидеей. На канал Алексея Волкова кстати все подписаны, друзья? Вот такой вопрос о том и что-то тут это. Ну, я не заставляю это как бы как хотите. Так, вот это живой журнал, да, а вот канал Алексея Волкова. 64 подписчика, это мало. Обалдеть. Скоро кнопку пришли, чувствую. Да, 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 кнопку. Да, ролики Алексея Волкова можно смотреть здесь. Венерин башмачок, он недавно выходил, а вот Судьба синего коромысла, трагический рассказ этой ночью, да? Вот, ссылка на канал Алексея Волкова. Да, немножко я его даже оформил. Не забывайте, значит, тут почему надо еще, я хочу сказать всем этим фотографам, да, вот Алексей, слава богу, прокуковался наконец-то с эксгумацией, реанимацией своего ютюбовского проекта, да, а вообще я вот уже устал, я вот два с половиной года как это реальный мир завел, я хожу, там пинка даю всем нашим фотографам, но выкладывайте, блин, я смотрю, там кто-то пять лет назад выкладывал, в принципе, Юра Соколков вот свою репортажку обо всем выкладывает, ну, то, что доклады на всех фестивалях, это вообще супер человек, вот, есть в рекомендованных тоже, да, а так-то, в принципе, вот из всей этой тусовки, да, под задницей, сколько всего отснятого у фотографов есть? Ну, все лежит, лежит и птица. А начать выкладывать, это же какая красота будет, вот смотрю, вот который портрет твой снял, вот то, что на заставке для реальный мир рекомендует, Олег Сидоров снимал, который Сова, как он, Сова 204, называется, Олег Сидоров, да, офигенный фотограф тоже, посол, специалист, почему и Сова, он еще, Сидоров Олег Владимирович, ну, то есть, инициалы там, да, и птица Сова тоже, вот, Олег Сидоров, вот у него там есть, там, пять подписчиков, там, я один из них, там, может, сейчас прибавил, все там, в описании добавил, да, что вот Олег Сидоров, ну, как вот его самого найти, пинков надавать, чтобы это, Олег, ну, выкладывай, пожалуйста, вообще, сюда там приходи, я думаю, после сегодняшнего стрима фотографы как-то может оживиться, то есть, не только после сегодняшнего стрима, а вообще, после твоего заявления, что я буду заниматься каналом, хотя потом сказал, может, опять исчезну, на два года. смотри, тут есть определенное, у меня мнение на этот счет, а мне не такое. Я вот, например, люблю очень писать, мне периодически так прошибает, что я могу писать какие-то длиннющие полотна текста, которые сейчас в современном мире никто читать не любит, то есть, сейчас, так называемые лонг-риды читают не все люди, там, три тысячи знаков, это максимум, что сейчас может прочитать, современный человек, особенно, какой-то такой молодой, но при этом, мне безумно нравится писать, и, как бы, то есть, тем самым, я рассказываю какие-то истории, какие-то там, я не знаю, переношу свои эмоции на, как бы, эти символы, а видео, это, в принципе, тоже такой способ, рассказывать истории, и, вот, мой канал, он, ну, вряд ли, ну, я, вообще, очень письмический, человек по натуре, но, как бы, вряд ли мой канал, там, уберет, там, миллион подписчиков, так далее, это, в принципе, не важно, важно, скорее, то, что я, в принципе, могу тут рассказывать истории, альтернативным способом, вот, но самое главное, что, наверное, отпугивает большинство людей, которые, свой канал начинают делать, это то, что, как бы, люди что ждут, люди ждут, что они выложат ролик, и у него раз, раз, 10 тысяч подписчиков, люди выложат еще ролик, причем, как бы, не обработанный, а просто, вот, кусочек ролика, раз, и все, и у него уже, там, 50 тысяч подписчиков, а потом, там, там, к нему уже бегут, там, короче, с этими, с гонорарами, там, только, там, возьми меня, там, и все такое, в жизни так не бывает, потому, что, вот, как бы, на YouTube, видео выкладывать, это безумная работа, вот, я снимал этот ролик, 5-минутный, я на него потратил, сколько это получается, 2 и 4, 6 часов, ради, вот, этих 4 минут, 5 минут из которых, собственно, я снимал в 15-м году. Алексей, ну, у меня мнение такое, что, во-первых, надо меньше сил, что надо меньше сил, вот, на эту, вот, студийную часть тратить, ну, просто берешь, вот, я там, ну, вот, я сразу понял, что я сильно там, упарываться, пардон за это, жаргонное выражение, с этим, не буду, вот, именно с закадровыми текстами, все, то есть, ну, вот, взял там быстро, бу-бу-бу-бу-бу-бу, набумил чего-то, да, то есть, ну, ничего-то, очень связанного, чего-то там, да, очень четко прописанного, или уже в тексте, или в голове, ну, где-то могу зачитать там, да, Да, конечно, работа, все, но иногда просто хочется поделиться, то есть тексты, да, они не читаются уже, то есть в Фейсбуке там просто кнопка лайк и все. Ну, это, кстати, одна из причин, почему я сижу до сих пор на ЖЖ, в которой как бы никто не ходит, ну, кто-то, наверное, все-таки читает, вот, проблема в том, что Фейсбук, он все-таки как это, он держится на плаву, то есть это какое-то такое болото, вот все, что попадает, там буквально некоторое время держится на плаву, а потом просто тонет, и ты его вообще не найдешь, и, а в ЖЖ, как бы, ты текст написал, и он остается, ты всегда можешь ткнуть в календарь, и там даже вот самую первую мою запись можно найти, и, как бы, ты всегда к ней можешь вернуться, и всегда она есть, то есть это архив, это, как бы, складирование информации, которую всегда можно посмотреть, а в Фейсбуке это очень тяжело, это, в Фейсбуке это, ну, это сегодня. В этом плане, Ютуб, конечно, тоже плохо, что здесь ни даты, там, ну, вот, трудно очень найти, вернее, как, по поисковикам оно может легко ищется, да, вот, если там наберешь, там, Алексей Волков, Венерин Башмачок, моментально выскочит, хотя у тебя там несколько десятков подписчиков, то есть это можно найти, даже по запросу Венерин Башмачок, я уверен, что вот, ну, самое главное, что вот этот формат и подача информации, которые, там, многим желанны и доступны, и даже длинные тексты, в принципе, многие слушают, как ты сам слушаешь, вот, лекции, там, да, какие-то по дороге, ну, да, работа, вот, за рулем, там, да, там, на велосипеде, на машине, там, на чем-то едешь, там, вот, действительно, реально. Ну, вот, Венерин Башмачок, все, ты первый вылезаешь. Офигеть. Ну, и что, нормально это, то есть, в этом плане это удобно, хотя систематизации нет, но я думаю, формы, то есть, вот, как бы, вот этот мой проект, реальный мир, он же не только, там, Ютубу касается, то есть, мы будем думать о систематизации, ну, вот, Крымчане пишут, там, Крыму, Майлайф, что ЖЖ уже не тот, в принципе, да, по количеству народу многие, да, сбежали, но все равно это интеллектуальный ресурс более, то есть, никакой Фейсбук не сравнится, ну, мне, вот, лично, вот, Фейсбуке, там, вообще, никогда, ЖЖ, это, вот, 10-й, 11-й год, золото было, вот, золотой период был, да, 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 но затем ролик, ролик, он, просто, это продукт уже готовый, где бы он не лежал, там, на Ютубе, или еще, может, там, Фейсбуке есть возможность выкладывать, может, там, еще какие-то сети будут, ну, это другой формат подачи, да, то есть, можно о чем-то, да, вот. Альтернативная, это, как-то, альтернативный способ рассказать истории, а все мы любим истории, ну, мне так кажется. Ну, вот, это, конечно, котиков мы любим больше. Котиков любим больше, но, вот, и история фотографий, ну, что, ну, взял, вот, вот, один кадр, я включаю прямо на экран, вот, этого жука твоего, Алексей, вот, вот, это, это, что, недостойно ролика, вот, чтобы ты посидел там, побумнил там все, как ты снял этот кадр, пять минут ты не побумнишь перед камерой ради вот этого чуда, снимешь ролик про это? Можно, можно, ну, вообще, у меня прыжков тоже есть, я там всякого интересного снимал, вот, может быть, я сниму, да. Ну, вот этот кадр стоит отдельного ролика, вот, берешь, вот, историю одного кадра. Вот, Татьяна и Дмитрия пишут, да, но писать же уже не прекратим для себя, для памяти, для интересных собеседников, в том-то и дело, да, что там вот, да. Именно, именно, и я поэтому тоже не бросаю, потому что, конечно, иногда бывает, что вообще ничего не пишется, по месяцам там, если посмотреть, как я пишу, у меня бывает, что я там могу, там, в неделю два поста сделать, а потом два месяца ничего не писать. Ну, всяко бывает, но, тем не менее, я его не бросаю, потому что мне очень нравится структура, вот, структура, вот, ресурса, что я могу всегда, как бы, найти. Ну, как бы, если он загнется, то, конечно, будет грустно, потому что, ну, масса интересных статей, масса знаний просто потеряется. Я не думаю, что совсем загнется, но вот, то, что вообще там, то, что архив есть, то, что, ну, по крайней мере, по своему можно его структурировать, можно, опять же, ссылку там в текст, да, что об этом читайте здесь и не выпячивайте, ссылка, вот, зашил ее в текст, да, все, подчеркнул, что это активный элемент, да, хоть в картинку, да, что картинка кликабельна, то есть там вот эти возможности, там, ну, в плане, что с HTML-кой первоначальные навыки работы, да, и даже визуальный редактор, по-моему, позволял это. Да, визуальный редактор там есть. Вот, но я как-то его не очень доверяю, а то, что, ну, там... Да, HTML-ка, любое... Вот, оглавление, содержание, там, ссылки на что-то, ну, не знаю, ребят, может, там, по природе стоит, там, отдельно ресурс делать, я говорю, обновленным интерфейсом, да, но вот, там, не пустая лайкалка какая-то, там, типа, там, Facebook, Instagram, да, где, там, вау, там, реакции, там, вау, или, там, вот. А, ну, вернее, так, скажем, допускающие все типы реакции, то есть, кому вау, там, пожалуйста, вау, вот, в общем-то, пока такого универсального инструмента в соцсетях нет, да, вот, я не знаю, натурлайт, там, он больше такой, он больше конкурсный, больше коммерческий, больше какой-то, там, был одно время ресурс такой, натурлайт. Да. Ну, как-то оно тоже не прижилось. Ну, там, скорее, ресурс про, это, длину объектива, так скажем. Ну, да, вот, ну, наш стрим туда, это, чуть не скатился, тоже пришлось фотографии показывать, вот, вот, какая вот тут, вот, вот, тут какая длина объектива, какая разница, тут мамкина титька, да, а тут, вот, как вот Алексей свои, эти, там, спирали Фибоначчи, там, прочие сечения, да, выстроил, да, что вот зубриха, там, зубрёнок, и вот оно, то есть, часть животного, это именно современная коммерческая фотография. Вот, так. Ну, это тоже арт в стиле текстуры. Крым Вайлдлайф. Служит этот. Секунду, в чате это вот пишут, Крым Вайлдлайф, был же отличный форум Медведева и Осипова, я сейчас что-то пытаюсь название вспомнить. Ну, не знаю. Потому что я там даже вот в этом клубе состоял, я сейчас не могу вспомнить его название тоже. Где я только не состоял, в 35 фото состоял, и, как бы, они до сих пор у меня всякая шлюк, и при этом я только буквально неделю назад узнал, что они, оказывается, сменили домен. Причём узнал так, что полез в ЖЖ свои старые записи, и вижу, что у меня фотографии там попали. Полез, оказывается, они домен сменили. Не, а как вот этот Володин клуб называется? Осипов, кстати, который с Трижей первый начал снимать на простосоветском пространстве. Я ещё, когда заинтересовался этой темой, вот и мы не можем, вот никто не может вспомнить, да? Ну, сколько лет этим прошло. Был такой ещё ресурс, наверное, сейчас есть, один.ком. Туда я вот тоже пару фотографий, мне удалось туда. Да нет, ну и на уровне Литвы был тоже за вот этот клуб на туре фото ЛТ, он сейчас мёртвый практически, все ушли в Фейсбук. Я не знаю, там не то, опять же, там... Добно общаться. Ну, то есть, интеграция с соцсетью, но, опять же, там интеллектуальная часть отшибается, вот что я скажу. Отшибается, согласен. Так что, а тогда... Ну, там просто больше аудитория, но при этом вот эта большая аудитория Фейсбука, это такой кажущийся, потому что сам Фейсбук, ну, его эти алгоритмы, они выбирают, кому что показывать. И когда ты что-то выкладываешь туда, ты даже не знаешь, кто это увидит в итоге. Потому что... Про алгоритмы на Airforum, пожалуйста, Алексей, реальный мир, давай... Это один раз я там про алгоритмы выступил, раздолбил сектантство, да? Про алгоритм записывать на резервный канал реального мира. Airforum, все, сюда люди приходят посмотреть птичек, там, косулик каких-то, там, с фотохудожниками пообщаться, все. А вот алгоритмы, мы там про алгоритмы стримы, там, ну, там я заряжаю его сам в одно лицо, ну, чем такое, там, можем пообсуждать. Вот, алгоритмы, то есть, это все тема классная, конечно. Вот, ну, опять же, количество и качество не должны перебивать друг друга, как мне кажется. Да, то есть, просто не сделан такой ресурс. То есть, обычно искусство опускают до массы, да? А можно же, то есть, ну, чтобы массы не обижать, да? Можно эти массы взять и поднять до искусства. Ну, вот я считаю, что надо именно массы поднимать до искусства. Надо как-то, ну, как сказать, надо делать так, чтобы, как бы, вот, люди, они образовывались. То есть, как бы, ну, как бы, искусство же, оно не для того, чтобы ты посмотрел на него и сказал, о, прикольно, как бы, и все, это же, как бы, там, не котики, которые, там, прикольные, вот, искусство. Это, в принципе, глубокая вещь, и она, ну, это, как бы, такой продукт нашей, ну, не хочу сказать, жизнедеятельности, но такого, как бы, это культурная, как бы, такая вот, ну, прослойка, которая, как бы, это следствие различных явлений, там, каких-то экономических, я не знаю, политических, там, жизненных, там, это вот все, вот, все, то есть, это не просто так. И, как бы, чтобы вот какую-то картину оценивать, ты, по-любому, должен, там, какой-то ее бэкграунд знать. И, если ты знаешь, ты ее полностью оценишь, потому что ты понимаешь, что художник хотел тут изобразить. Конечно, тут, вот, как бороться с тем, что иногда, так называемые, это, практикуют СПГС, вот, это, так называемый, синдром поиска глубинного смысла, вот, но, вот, как с этим бороться, я не знаю. Но, по крайней мере, с художниками прошлого, ну, которые, вот, живопись, там, конечно, уже хорошо все разобрано. А фотография у нас, например, такого, по-моему, вообще нет, никто еще не разбирал нашу фотографию и вообще, по-моему, ну, вот, может быть, в других странах разбирали, не знаю, у нас, по-моему, никто за это не брался. И природную фотографию тоже у нас пока не брались, наверное, еще. А мы только техническую часть можем, давай вот заставку разберем, которая у нас за головой маячит, вот, просто с технической точки зрения, все же просто, да, Алексей, а что, это папоротники, да? Да, это кукушкин лен сверху. Да, кукушкин лен, куку. Ну, и чего ты с ним учудил? Просто снят с двойной экспозиции. Все дело в том, что, как бы, кукушкин лен, он неоднородный, то есть, где-то вот эти самые вот макушечки, какая-то выше, какая-то ниже. Его вот эти вот, ну, то ли это цветки, то ли это уже отсветшие какие-то вот эти вот коробочки, тоже они одна выше, другая ниже. А при таком, при такой съемке, как вот сделать так, чтобы они были в одной зоне резкости? Ну, можно повысить этот, ну, зажать диафрагму, но тогда у вас это задний план вылезет, потому что у вас растет. Я сейчас эту студию обратно включу, он все равно за спиной у нас маячит, это, да, рассказывай, Алексей, да? Это 3D фактически, я считаю. Поэтому все очень просто, делаем двойную экспозицию. 3D с одной точки. У нас, как бы, грубо говоря, получается две плоскости, которые, ну, при... То есть, это две плоскости с маленькой резкостью, они, как бы, накладываются тут на другую, получается такой, как сейчас, истерию, наверное, даже так. А так, это, арт, это тоже текстура, ну, этот... Ну, да, текстура, бэкграунд, получается... Шанс, арт, текстура. Хотя тут, ну, простая работа со светом, я думаю, тут ничего особо сложного нет там выставить. Это же сбоку, наверное, вспышка становится. Это снизу, пышки тут нет вообще, это естественный свет. Естественный? Да. Вот, кстати, по поводу ресурса, тоже крымчане вспоминают, да? Блин, а был форум, ВЛП-клуб пропал совсем. Да, был такой, да. Да, и там столько было информации, в 2014-м все переругались и перестали писать. Да, да, но он был такой прям, его пытались сделать элитарно. Но, к сожалению... Столько наработок и личного опыта там было описано. Людям не очень нравится, когда их начинают дифференцировать, так сказать. По цвету штанов. Да, по цвету штанов. Либо, когда какой-то профит появляется, его поделить не могут. Вот, тусовочка. Ну, собственно, вот, ну, сектант, то есть, когда появляются признаки секты, я говорю, оно... Опять же, это все на аэрфорум больше, но оно часто во всяких и клубах, и тусовках... Так, нас, по-моему, время поджимает и домашнее, да? Уже... Да, скоро будем закругляться. Вот Дмитрий Голубев пишет, сейчас даже сайт Осипова недоступен. Дим, как называется Осиповский этот ресурс, где его стрижи в том числе, да? А там тоже столько статей хороших было для начинающих. Вот. ВЛП тоже жаль. Там были полезные темы отдельные. И конкурсы каждый год даже делали. Ну, вот, да. Надо придумывать. Ну, что, ну, вот мы здесь сидим, чего... Тоже, в общем-то, много людей, которые хотят и могут. И, собственно, я говорю, вот этот вот проект «Реальный мир» — это не только там канал или несколько каналов на Ютьюбе. Это, в первую очередь, это краудсорсинговый проект о природе. Где мы вот толпой можем что-то придумать и реализовать там не обязательно там в формате какого-то канала. Бёрдсфото. О, Бёрдсфото. Осиповский был точно. Бёрдсфото. Да. И тоже нет доступа. Вот. Я думаю, что, ну, это какие-то форматы, да? Где именно натуралисты, то есть кто-то там полевой практик, полевой биолог там, ему там интересно, чтобы было интересно и там докторам Айболитам, которые там лечат, реабилитируют каким-то животным. И фотографам там, и ещё кому-то, и юным натуралистам, и старым натуралистам, там старого охотника, когда распирает от желания поделиться опытом. В общем-то, на самом деле, мы сегодня это, то есть, начали про объективы, потом их этим, твоим Алексеем, красивейшим портфолио еле отбили, да? А, в общем-то, подходим к тому, что вот этой вот природной тусовки без принципов, без признаков сектанства, её сейчас и нет практически, да? Где всем было бы достаточно комфортно. Может, действительно, разные форматы подачи, но вот с каким-то там чётким идентификатом надо думать. То есть, я вот говорю, вот эти годы все, я об этом думаю сейчас, два с половиной года этих, да? Как и чего можно сделать, потому что интерфейс гораздо проще, доступнее, дешевле всё стало, да? Вот. Как сделать такое пространство, где комфортно будет и полевым биологам, и учёным? Если бы знал, сделал бы, а злочил всё. Да не, сделаем просто, ну ты один не знаешь и ничего не сделаешь, я один не знаю ничего. Там Татьяна с Дмитрием одни ничего не сделают, там Дмитрий Голубев один ничего не сделает и так далее. Но если каждый там по идейке, там по одной, там по две, там чик-чик-чик. В какой-нибудь момент что-то придумаем, я уверен, что придумаем. Я уверен, что придумаем. Можно надеяться? А вот Дмитрий пишет, вот Осиповским сайтом пользовался уже около года, нет. Вот, говорит, я там постоянно таблички с названием птиц пользовался. Ну вот да, надо какую-то такую хрень сделать, которую значит, что никто не снесёт, и которая там ни под кого не прогнётся, да, и никого никуда не начнёт там по цвету штанов дифференцировать. Я думаю, сделаем. Я думаю, сделаем. Потому что у всех вкусы, задачи, цели разные. Алексей, даже когда в один и тот же там заповедник или национальный парк 4 человека едут, или 5 в одной машине, у всех задачи разные абсолютно. У тебя... Четыре обычно больше не помещаются. Ну, четыре задницы, хорошо. У тебя задача там какое-то там дерево... Еще немного. Твоё любимое там новым смазом, там в новом свете снять как-то по-новому. У Елисеева будет задача там жука какого-то, который отсутствует у него в коллекции, снять, да. Ну там у тебя-то близко к тебе там задача будет, допустим, там какой-то новый угол к солнцу отработать, птиц в движении там, то, чтобы вообще в мире никто кроме него не снимал в динамике там и так далее. А там, допустим, у Нарчука будет задача там репортаж натуралистического наблюдения за вот этими же бизонами, проводить их по тропам, посмотреть то, что никто не отслеживал там из фотографов. Ну, я к примеру говорю, вот так вот я от балды там четыре им не назвал. Ну, что у каждого свои задачи, а вот такого пространства, где все оно одинаково вписывалось, да, вот от ЖЖ образца 2010-2011 года, да, там кайфово было, может быть что-то реализуем. Я уверен, что реализуем сейчас просто вот такая вот, да, и где, кстати, там и там ни политика, ни какие там амбиции, ничего мешать не будет в том числе. Ну, все равно я думаю, все утыкается в одно, утыкается в то, что ты как бы вкладываешь много сил, а отдача получается не такая большая, как хотелось бы. А мы подумаем. А это, понятно, это самая главная преграда. А мы подумаем, а мы подумаем тоже и над этим, но... И над этим тоже подумаем. Я вот сейчас постоянно думаю там и... Подумаем и придумаем, я так думаю. Ну что, предлагаю на этой оптимистической ноте сегодня закончить, потому что затянулся наш эфир. Алексей, спасибо большое за науку вот это, видеть прекрасные фотографии. Мы очень маленькую часть даже из твоего портфолио вот этого, не то что портфолио, а из маленькой выборочки посмотрели. Ну, да. Как всегда и бывает. Спасибо большое. Ты не бросай, пожалуйста, ютюбовский канал свой. Я понимаю, что он отнимает силы, все. Очень много сил, да. Вот все как надо. Вот я скажу, мне лично, да, вот очень кайфово было я вот, да. Ночью не спал, думаю, кто там еще такой придурок, как я сидит, захожу, там вот этот твой ролик вижу, с таким кайфом я посмотрел все. Да, хоть там так у старикозы жизнь не сложилась, все, но... Ну, бывает, да. И меня вот раздражает, например, по монтажу твоей вот эти черные между двигом кадров, там еще что-то там не нравится, много чего. Но все равно в целом там, то есть есть вот это, ну, кто-то еще что-то скажет не нравится, но в целом я вот такую дозу кайфа поймал. История фото, что вот ты рассказываешь, что у тебя там в голове происходит, как ты там торчал, и я представляю, как ты переживал за эту стрекозу с одной стороны, с другой стороны вот этот наблюдатель с политикой невмешательства. Это кайф. Алексей, не бросай канал свой, давай закидывай информацию. Друзья, фотографы, все, давайте свое, у вас у каждого под задницей мешок. Да, Яндекс.Фотки были клевые. Но они тоже кончились. Вот. Вот нас все благодарят. Вот Арчил Скандель, Арчил Гибрадзе, мой друг. Было очень интересно, спасибо. Да, вот Клоустонейд Николай пишет. Всем спасибо, отличный стрим. Да, Вячеслав Немировский, Алексей, спасибо, вы интересный человек, удачи. Елена Шведун пишет тоже, мне понравилось. Яндекс.Фотки там с Алисией фотки птиц постила. С Алисией, кстати, давно, где я ее на фотосайте поможу, помню тогда. Или... Нет, в ЖЖ есть она. Только сейчас не могу с Алисией вспомнить, как в ЖЖ, она у нее, по-моему, по-другому называется. Не помню, что, да. Вот. Да, Яндекс.Фотки был. Вот. Ну, подумаем все, решим, друзья. Всем спасибо, Алексей, тебе спасибо громадное. Аплодисменты. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Алексея Волкова. Обязательно поддерживайте ее пинками, что, Алексей, когда следующий ролик, давай. Выхлоп есть, Алексей, от той дозы кайфа, я думаю, тебе воздушно-капельным путем там за тысячу километров передалось, как я от твоего ролика кайфанул. Монтируй, выкладывай, пожалуйста, не надо держать под задницей этот материал, оно все. Друзья, всем спасибо большое, да, и до встречи в реальном мире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...